Друзья, мы с вами продолжаем наш увлекательный курс. Сегодня будет 10-я и предпоследняя лекция. То есть мы подходим к нашему логическому завершению. И я должен вас порадовать. Сегодня будет самая сложная лекция этого курса. Я так рад, что кто-то от вас дошел. Скоро сессия, но вы все равно пришли. Значит, вы замотивированы, заинтересованы. А значит, вы справитесь с этой лекцией. Так получилось, что именно эту лекцию я читаю уже третий семестр. Я сразу ее выбрал, и вот так вот пошло накатанный. И когда я читал в первый раз, я точно понимал, что никто ничего не понял абсолютно. Вот второй раз было чуть получше. И вот сейчас третий раз. Я надеюсь, что вы будете тем первым набором, который поймет ее полностью. Я сегодня постараюсь немножко отойти от нашего привычного образа подачи, где мы строго воспроизводили все выводы. То есть сегодняшняя лекция нам будет более такая, как сказать, с более высокого уровня, что ли. То есть я буду опускать некие выкладки в надежде на то, что вы посмотрите на источник, который там есть, и сами их воспроизведете. А у меня будет для вас только такой вот общий такой экскурс в Е-алгоритм и в модели со скрытыми переменными. Окей, так что давайте разберем, что у нас сегодня будет на лекции. Значит, сегодня мы познакомимся с такими тремя основными пунктами, которые обычно входят в любой курс по машинному обучению. Во-первых, пункт первый. Это отдельный большой класс моделей, которые называются модели со скрытыми переменными. Это будет наша первая часть лекции. Мы будем с вами обсуждать, что это за модели, в каких задачах они встречаются, когда они полезны. Я очень хочу, чтобы вы овладели этим инструментом, инструментом, когда человек, дата-сайентист, аналитик, уже понимает, что в данной задаче уместно использовать модель со скрытыми переменными. Это будет для вас, может, сначала трудно, но я уверен, что в итоге вы со всем этим разберетесь. Дальше мы рассмотрим EM-алгоритм. Это очень популярный алгоритм, как раз-таки для решения задач со скрытыми переменными. Такой итерационный алгоритм для нахождения параметров оптимальных в таких задачах. Ну и третий большой пункт, наверняка вы его видели, если вы знакомились с какими-то другими курсами по машинному обучению. Это такая классическая задача, которая решается с помощью EM-алгоритма. Это задача разделения смеси распределений. Если вы помните, на поздно прошлой лекции мы с вами говорили о том, какие есть методы восстановления плотности. Я говорил, что есть параметрический, непараметрический и, собственно, разделение смеси. И, собственно, вот этот третий пункт как раз есть один из методов восстановления плотности, который мы сегодня с вами обсудим. Отлично. В общем, давайте перейдем к первой части, постановке задачи и вообще, так сказать, житейскому описанию, что же такое модели со скрытыми переменными. Давайте вспомним такое небольшое напоминание материала, о котором мы с вами говорили на поздно прошлой лекции. Итак, у нас, значит, есть очень хороший метод, так называемый метод максимума правдоподобия. Давайте вспомним, в чем он заключается. Значит, мы считаем, что наши объекты приходят из какого-то распределения, и все они берутся независимо, так называемая iID выборка, то есть независимая и одинаково распределенная. В таком случае мы можем записать функцию правдоподобия, просто перемножив все плотности вероятности, которые мы заранее параметризовали какими-то параметрами тет, получить функцию правдоподобия и сказать, что какие параметры правильные, ага, правильные те, с которыми наиболее вероятно пронаблюдать эту выборку. То есть это такой хороший джейсик-принцип, я вам говорил, что, значит, там, пример с лужами, например, вы все помните, это невозможно забыть. Ну вот. Ну и дальше я вам говорил о том, что, как правило, с суммой удобнее просто работать. Поэтому так как логарифм — это монотонная функция, очень удобно приведить к функции правдоподобия логарифм и оптимизировать уже не функцию правдоподобия, а логарифм этой функции. Ну и все. Значит, чтобы найти параметры, мы должны решить такую оптимизационную задачу. То есть это ML, то есть это оценка максимум лайклихуд, это arg-максимум, ну, естественно, по тета, это я упустил от логарифма функции правдоподобия. Да? Такое краткое напоминание. Ну и, например, мы с вами рассмотрели такие задачи, как, например, восстановление просто параметров среднего и дисперсии для нормального распределения, так и, например, какие-то модели машинного обучения. Мы с вами показали, что модель логистической регрессии, модель линейной регрессии как раз-таки соответствует методу максимального правдоподобия для своих плотностей. Окей, вспомнили. Поехали дальше. Ну да, и вот такое краткое напоминание, что, например, для распределения Бернули, то есть когда мы подбрасываем монетку с орлом или решкой, то есть x1 — это 1, если это орел, x1 — это 0, если это решка, то, например, параметр распределения Бернули тета, который обычно обозначает P как верность орла, это просто как бы процент орлов, который вы понаблюдали в выборке. Ну и то же самое мы с вами вводили для нормального распределения, как, какие будут оценки максимуму likelihood для нормального распределения, то есть, например, для среднего, для μ в нормальном распределении это просто выборочное среднее, для σ2 — это выборочное статоклонение, выборочная дисперсия, на самом деле, σ2. Окей, это вспомни. Ну, мы с вами вспомнили, что свойства методом максимума продолжения. Он очень хороший метод, да, то есть для него при больших n, при n, где, при n значительно больше, чем количество параметров, которые вы оцените, у него выполняется ряд замечательных свойств, то есть состоятельность, что ваша оценка сходится по вероятности к реальному значению, которое, ну, существовало, нормальность асимптотическая, которая говорит, что у вас оценка распределена нормально, и эффективность, что дисперсия — это оценки наименьшая среди всех состоятельных асимптотических нормальных оценок. Ну вот, это, как бы, очень хорошее свойство метода максимума пропределения, и мы говорили, что это работает все, если объектов много. Ну и отлично. Давайте перейдем немножко дальше. Вот, очень хороший метод, и у него очень хорошее свойство. Но вопрос, вопрос, который должен вас мучить, вот для каких распределений мы можем эффективно, ну, или легко посчитать оценку максимума проподобия? То есть вопрос, понятно, что свойства ММП выполняются будут для любых распределений, да, но и для всех распределений оптимизационная задача, которая возникает здесь, может быть решена эффективно. Я говорю не аналитически эффективно, ну, типа, посчитал на бумажке, что может эффективнее, да, а именно численно эффективно. То есть для каких распределений, в принципе, эту оценку максимума проподобия можно, почитай, задешево. Ну, я, 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 как бы, не жду ответа, поэтому я сразу вам дал ответ. Замы экспоненциальный класс. Экспоненциальный класс распределений, и сразу давайте вот ведем некую, устраним некую термологическую проблему. Значит, в английском языке эта штука называется exponential family. То есть если вы будете, как бы, искать в интернете, то по вопросу экспоненциальный класс вы ничего не найдете. По вопросу exponential family найдете. Потому что у него, например, нет странички на Википедии русской, но в английском есть. То есть что такое экспоненциальный класс? Это класс, функциональный класс распределений. То есть тут, смотрите, распределение задается с точностью до какой-то функции. То есть это не как нормальное распределение, где у вас есть параметры, а это именно функциональный класс. То есть он определен с точки до функции. Представляете функцию f, f и g, например, и u, и получается какое-то распределение. Да, то есть это для нормальных распределений говорят обычно на русском языке, что это семейство распределений, да, а для класса функционального, говорят, что это класс В английском наоборот, но мы с вами русские люди, поэтому будем делать так Отлично Ну и g от это, это, собственно, нервовочная констанция сделана так, чтобы у вас распределение просто нормировалось в единичку Все, все такой большой-большой класс распределений И дальше будем обсуждать, почему для него можно эффективно посчитать оценку максимума подобия Ну вот, вопрос для вас, вот я уже правду для вас Что мы хотим вот от этого логарифма, логарифма подобия, чтобы быть уверенным, что мы можем эффективно посчитать оценку MMP Оценку максимума подобия Вот, вопрос для вас, вот у вас есть аппфюционная задача Вот она Здравствуйте Что вы, как программисты, исследователи, хотите того, что, чтобы, какими свойствами должна была эта функция, чтобы вы численно могли эффективно все это посчитать Что у вас все хорошо сошлось, там, все было идеально Вот какие у вас самые смелые ваши пожелания по поводу этой функции Ну, смотрите, вы не можете наложить на распределение Да, вот давайте свойства функции Дифференцированность Да, хорошо, дифференцированность Ну, экспоницированность, дифференцированность, это ок Ну, если вы функцию подобрали так Окей, дифференцированность раз Вот, идеальный ответ Выпуклость Что такое выпуклость? Что такое выпуклость? Мне нравится Отлично Слушайте, вы намного продлиннее, чем я Вот смотрите Ну, на самом деле, вы говорите про выпуклость и вогнутость Мы ищем максимум, поэтому мы вогнутость, на самом деле Ну, возьмите с минусом, будет выпуклость Ну вот, для вогнутой функции, да, у вас численный метод находит максимум Вот, например, вогнутой функции, да У вас, как бы, вот эта секущая лежит между двумя точками, она лежит ниже, чем дуга этой функции Ну, это, на самом деле, и есть неравенство единственное То есть, как бы, определение вогнутой и выпуклость функции, оно идет через неравенство единственное Вы можете почитать про вогнутые функции в разделе Википедии Итак, то есть, для таких функций, вогнутых, численный метод находит максимум Вот он Ну вот Ну, я тоже для вас отрисовал еще выпуклые функции, чтобы вы понимали Ну, это то же самое, только у вас, как бы, секущая лежит выше, чем от точки на дуге Ну вот То есть, мы хотим, чтобы наша функция правдоподобия была вогнутой, да Тогда мы легко, дешево найдем максимум, причем единственный максимум, да Ну вот Можно показать, что экспоненциальный класс, да Что логарифм правдоподобия для распределения из экспоненциального класса Функция будет вогнута Ну, просто берется логарифм И дальше, там, несложными множественными операциями То есть, в начале лекции я говорил, что мы будем смотреть с вами с высока, поэтому мы не будем проводить доказательства, да То есть, это делается несложно, это нужно просто взять, как бы, производный По функции же от это Ну, можно показать, что, значит, вот эта функция же от это, которая номеровочная константа Она, на самом деле, равна координационной матрице То есть, она неотрицательно определена, да Это у вас вообще, как бы, под этот функция линейная Ее можно отбросить Это вообще константа Эта штука неотстательно определена Вы берете ее с минусом, поэтому это функция вогнута То есть, у вас гисян определен отстательно Это функция вогнута Ну, все То есть, может... У меня сейчас какой-то у Да, у это просто функция, которая здесь стоит Да, да, да Ну, можно, конечно, почитать в интернете Там всякие, там будут всякие достаточные статистики Что такое То есть, смотрите Про экспонсиональный класс можно сделать отдельную лекцию Я так вам вкратце хочу немножко дать Чтобы вы понимали, что Есть огромный набор семейств распределений Которые объединены в класс Для которых оценка считается легко Но есть такие, для которых не считается легко Да И, в общем, можно показать, что Для вот таких распределений Ваш логарифм правоподобия Будет функцией вогнута Вопрос теперь для вас Типа, ну и что? Да, типа, ну вот для какого-то семейства вогнутых У нас там нормальное распределение, там, вернули Типа... Причем здесь все это? Как вы думаете, например, нормальное распределение лежит В таком классе? Ну вот ваш класс Вот он выглядит так Где f и g вообще любые функции Ну, типа, что хотите Главное, чтобы у вас, как бы, они были разделены То есть у вас, как бы, связь между тета и u лежит только в экспоненте Причем линейно А f и g, они вот так отдельно лежат То есть, как бы, как вы думаете, вот нормальное распределение Здесь лежит? На самом деле лежит, да То есть, типа, то есть, опять-таки, это можно очень просто показать Но мы с вами это не будем делать В целях экономии, как бы, вашего времени И ваша, как бы, ваша временная лекция То есть, чтобы вы больше, как бы, смотрели на более Ну, более фундаментальные вещи В общем, можно показать, что все, вообще, все известные вами распределения Скорее всего, все известные вами Лежат в экспонентальном классе Там, вернули, там, нормальное, там, пуассона Дерехле Все, что хотите, да Это все экспонентальный класс То есть, для них всех распределений Функция, логарифм функции Правдоподобия будет вогнут И для них всех Итеративный метод оптимизации Найдет глобальный максимум То есть, ваши эти мю, которые вы считали Через метод максимума и правдоподобия Аналитические Они, на самом деле Это глобальный, в общем, это не логальный То есть, как бы, у вас там Вы можете сами почитать, там, гисян И посмотреть его знак То есть, вы попали прямо в оптимум Это, как бы, не случайность И все распределения Они дадут вам точно такой же ответ Ответ в том, что этот оптимум, он глобальный Ну вот Теперь давайте разберем Страшные семейства Которые не из экспоненциального класса С которыми мы будем сегодня работать Ну вот, смотрите Вот, видите Вот точки лежат в таких, как бы, двух кластерах Я уже заранее буду говорить слово кластер Вот здесь Большое скопление И здесь Большое скопление Вот, смотрите Кажется, что можно было бы на это Начнуть какую-нибудь гаусяну Сказать Ну ладно, гаусяну Как это так вот провести Ну вот здесь вот где-то Но понимаешь, что нет Что вот так, как бы Не очень хочется восстановить плотность В таких задачах Очевидно, что это, как бы, два кластера отдельных Да, то есть Красный и синий И очень хочется, на самом деле, Две гаусяны Вот раз И два Понятно, да? То есть вы видите, как бы, такую картинку И Вот такое распределение Суммы двух гаусян Оно уже не будет в специальном классе Когда вы переходите, как бы, с суммой разных распределений Все Вы, как бы, ваше, как бы, удовольствие заканчивается Понятно, да? Ну вот теперь раз вопрос Вот смотрите Вот у вас есть такие точки Вот раз точки И два точки Просто массив точек И у вас задача Построить две гаусяны Вот Что бы вы хотели знать дополнительно К массиву точек Что бы очень легко построить гаусяны Вот видите, просто у вас один эрей точек Да? Вот раз точки, два точки И у вас задача Найти Мю 1, мю 2 Сигма квадрат 1 Сигма квадрат 2 Вот что бы вы хотели, чтобы вам дали еще дополнительно, чтобы вы вообще очень легко построили точки? Вот какая вам информация такая интуитивная? Друзья, давайте. Самые безумные ваши идеи какие? Вот, вам не дано. Но вот если бы было дано, вам бы это помогло? Да. Да, то есть ключевой ответ, ключевой ключ, ключ к решению задачи, а я уже как бы забегаю вперед, это значит со скрытыми переменами, что если бы вы знали, из какой гауссианы какой объект пришел, задача была бы плевая просто. Ну вот. То есть у них довольно разные... Еще раз, смотрите, вам дают точки. То есть как вы понимаете, что вот здесь она забегает чуть вперед. Как вы сможете разделить их задешево? Ну, они же как бы, они могут накладываться, потому что здесь накладываются, они не накладываются. Но понятно, что они могут быть синенькими, может чуть-чуть залезть сюда там. Ну, понимаете, да? То есть так просто задешево сказать, типа вот отрезок, вот тут раз гауссиана, два гауссиана, так не получится. Но вот если бы вы знали, из какого кластера, я заранее говорю слово кластер, пришла каждая гауссиана, каждая точка пришла, из какой гауссиана, вы для каждой точки, независимо от других, легко посчитали бы параметры с помощью метода максимум правоподобия. То есть средняя, выборочная и дисперсия выборочная. Ну вот, одна проблема. Мы не знаем этого, да? Поэтому очень хочется предложить какой-то логаритм, который позволяет как-то оценить, из какой точки пришла каждая гауссиана, а потом пересчитать центр гауссиана. Ну, центр и дисперсия. Это как бы такой ключ к вам для понимания, что такое ЕМ-алгоритм. Окей? Вопросы есть какие-то по этому? Это такое абстрактное видение, только я еще ничего даже не начинал. Друзья, отлично. Ну вот, теперь давайте введем понятие, что же такое модели со скрытыми переменными. И когда я буду говорить о моделях со скрытыми переменными, вы у себя в голове можете держать картинку с гауссианами. То есть есть 2 гауссианы, и вот нужно найти мю и 7 квадрат для каждой из них. Ну вот. Значит, мы видим, мы знаем заранее, что наша выборка пришла из какого-то очень сложного распределения. То есть одними иксами, просто иксами, наблюдаемыми вашими признаками, которые вы видите, ее вообще не описать никак. То есть просто, ну вот, если бы просто смотреть на иксы, ну вот очень сложно описать, как бы построить правильно гауссианы. Понимаете, да? То есть мы знаем, что наша выборка поражена каким-то сложным распределением, которое зависит не только от иксов, от наших наблюдаемых признаков, но еще от каких-то скрытых переменных. Я буду скрытые переменные дальше обозначать буквкой z. И мы, к сожалению, не наблюдаем. У вас как бы нет заранее известно, для какого, из какой гауссианы, из какого кластера пришла данная точка. Вы этого не знаете. Да? Ну вам очень хочется их узнать, чтобы легко решить задачу. Ну вот. В такой задаче есть два варианта. Значит, вариант а. Значит, не обращаем внимания. Типа, никаких скрытых переменных нет. Я в домике. Я беру параметрическое семейство. Да? И просто говорю, что буду решать такую задачу. Вот в лоб. К чему это приведет? Ну, смотрите, у вас как бы... Вы можете спокойно видеть такой точке и говорить, типа, вот, я строю здесь одну гауссиану. Ну, вы куда-то построите. Ну, какая-то вот там будет очень такая плюснатая. Будет сейчас, что у него один центр здесь. Вот такая будет. Пен, да? Вы легко можете решать эту задачу, просто опустив скрытые переменные. Но будет ли решение качественным? Ну, очевидно, что нет. То есть у вас данные явно имеют другую структуру. Да? То есть это вариант один, такой лобовой подход, который, как правило, имеет не такое хорошее качество. Ну и второй вариант. Да? Это мы, как бы сказать, смиряемся, что мы не наблюдаем наши скрытые переменные и говорим, ну, хорошо, я буду моделировать полное проподобие от х и z и буду находить одновременно и параметры модели θ и распределение на скрытые переменные z. Такая сложная задача, но зато вы честно все опишите. То есть честно вы найдете и среднее, и дисперсию каждой гусяны, и установите, насколько вероятно, что каждая точка принадлежит каждой гусяне. То есть z это какой точке принадлежит, а mu, ну, и центра. Понятно, да? Собственно, мы с вами сегодня будем заниматься вот этой задачей. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Ну вот. В чем преимущество такого подхода, да? Вот смотрите, скрытые переменные вы можете выбирать сами, да? Они не хотят выборки. Вы можете просто как программист, исследователь, там, не знаю, архитектор заранее придумать так, что вот то распределение, которое будет совместным, будет из экспоненциального класса. То есть я вам сегодня покажу на последнем примере, как вот у вас есть выборка, которая не из экспоненциального класса, а вы с помощью того, что введете скрытые переменные, сделаете так, что она перевалится в экспоненциальный класс. Ну вот. То есть и задача поиска максимума вот этого, она может быть решена просто проще. Окей, то есть мы вольны в том, как именно ввести скрытые переменные. И если вы их удачно ведете, ваша изначальная задача значительно упростится. Это понятно, да? То есть вы как бы одной из этой лишней, как бы, степенью свободы можете сильно упростить себе задачу. Ну вот, дальше будем вводить такие определения. Значит, это мы будем вводить в неполном проподобии. Неполном, потому что оно не моделирует скрытые переменные. А вот такую штуку мы будем вводить в полном проподобии. Ну, собственно, потому что оно моделирует скрытые переменные. Ну вот. Давайте теперь так на примерке разберем несколько задач с скрытыми переменами. Ну вот. Вот в некоторых задачах такое бывает, да, что вам основные параметры не нужны. Вам нужна только оценка на скрытые переменные. Вот смотрите, вот у вас кластеризация. Вы уже знали на прошлой лекции, узнали про нее, что это такое. Вот смотрите, как вы считаете, что в задаче кластеризации является скрытой переменной. Вот у вас есть объекты. Что там скрытая переменная? Количество кластеров. Нет, количество кластеров это параметр. Да. Что, простите? Да, да, то есть цвет. Ну, здесь цвет, да. То есть, типа, какому кластеру принадлежит этот объект? Это скрытая переменная, вы хотите его установить. Окей, да? Ну, давайте парочка примеров задач. То есть, чтобы вы поняли, что, так сказать, модели со скрытыми переменными, они невероятно популярны и невероятно много задач, которые возникают совершенно в будущей практике. То есть, я сталкивался с ними точно несколько раз за несколько лет работы. То есть, у тебя довольно сложный, потому что он такой довольно объемный, но при этом нельзя от него просто оградиться. То есть, мы не можем провести с вами курс, сказать, типа, вот, начнем с линейной регрессии, логистической регрессии, там, деревья и домой. Да, то есть, так не получается. То есть, есть целый такой большой курс, большой кусок машинного обучения, и нам с вами нужно его рассмотреть, чтобы вы были, как бы, хорошими специалистами по анализу данных. То есть, на практике, скорее всего, вы с этим столкнетесь. Ну, вот, например, кластеризация. Скрытая переменная — это номер кластера. Машинный перевод. Вот знаете ли вы, что такое машинный перевод, друзья? Ну, да, переводчик, углопереводчик. Отлично. Ну, вот, смотрите, как такая задача решается, как бы, статистически, да? У вас, как бы, параллельный набор текстов на английском, на русском. И, условно говоря, самый простой вариант — просто найдите соответствие, что там слово love и любовь относятся, как бы, это, как бы, одно и то же. У вас есть, типа, набор предложений, да? И нужно понять верность того, что в данном предложении, условно говоря, love нужно перевести, как любовь. Вот как это можно сделать, как бы, чисто статистически? Чисто статистически. Есть набор текстов? То есть, есть слова, странно. Ну, пока я не понял, если честно. То есть, смотрите, просто куча текста, раз, два. А нужно понять, что, типа, love и любовь — это одно и то же. Вот самый банальный вариант. Да, 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 да. Нет, слова вы делаете, как бы, смотрите, еще раз. Вы делаете словарь. Вы можете понять, сколько предложений, пара предложений есть, где love и любовь есть и там, и там, да? То есть, скорее всего, это будет, как бы, ок. Но оценка будет неточная, потому что, возможно, love как-то по-другому называлась просто. Там, типа, как будет по-другому сказать любовь? Влечение, наверное, не знаю, привязанность. Ну вот. А вы считаете, что это love, да? То есть, вам нужна какая-то скрытая переменная, которая говорила бы, позволила бы решать задачу более точную. И здесь скрытая переменная какая будет? Это, какому, какое слово в каком переводится. У вас есть предложение A и предложение B. И вам нужно ввести скрытую переменную, которая бы сматчила вам каждое слово с каждым другим. Если вы знаете, что слово love здесь, это слово здесь, вы уже просто считаете статистики по этим словам просто, а не по предложениям. Понятно, да? То есть, если у вас есть перемены скрытые, которые говорят, что слово на третьей позиции — это перевод на десятой позиции, вы просто уже берете и считаете, сколько раз, словом говоря, love переводился в любовь. А если у вас такой переменной нет, вы можете работать только с полными предложениями, и тогда задача решается не очень точно. Это такой простой пример. То есть, вы можете опустить скрытые переменные и решать flop, и тогда вы получите не очень хорошее качество, а можете решать полностью задачу со скрытыми переменными и получать более хорошее качество. Коллеги, вы поняли пример славы и любовь? Нет, что скрытые. Еще раз. Это, условно говоря, какой… вот есть слово 1 и позиция слова из приложения 2, который является переводом слова 1 в данном приложении. Вот буквально это. Ну, как это выравнивание, когда вы слово к слову выравниваете. Это слово к этому, это слово к этому, это слово к этому. То есть, если бы вы знали такое выравнивание, вы бы просто задешево посчитали такую статистику. То есть, сколько раз love и любовь – значит одно и то же. Окей? Ну вот. Дальше примеры – это распознавание речи. Тут то же самое, что и с машинным переводом. У вас как бы есть фраза на языке, ну, просто написана там, типа, русскими буквами, а есть как бы сигнал. И вам нужно как бы понять, какой кусок сигнала к какому слову сопоставляется. Потому что вы видите как бы фразу и сигнал. Вы понять не имеете, какое слово что значит. И ваша задача – сопоставить, сделать такое выравнивание, чтобы каждому кусочку сигнала следовало именно то слово, которое, собственно, произносится. Понятно, да? Это тоже значит, что с открытыми переменами. Не понял. Если вы строите сопоставление, что вы хотите отображение. Ну, да, распределение, там, типа, вот, распределение того, что, вероятность того, что это слово, ну, как бы, этот сигнал является отображением вот этого слова. Такое отображение. Окей. Это то же самое, что с этими, с машинным переводом. Ну, чтение речи – это то же самое распознавание, да, у вас есть, как бы, тексты, есть определенные части речи к ним. То есть, если бы вы знали вот это сопоставление слова в части речи, вы бы, опять-таки, обучали статистику. Но у вас этого нет, поэтому приходится использовать скрытые переменные. Большой класс задач тематического моделирования, которое мы с вами отдельно обсудим. То есть, тематическое моделирование – это когда вы знаете, что у вас слово пришло из какой-то определенной темы, да, например, там, спорт, политика, там, футбол. И ваша задача, имея, как бы, текст, понять, как бы, на какую тему он такой. Но это мы с вами подробно обсудим. Ну и, например, там, краудсорсинг, о чем мы тоже с вами обсудим. А, ну и, естественно, последний пункт – это восстановление плотности. Это пункт, о котором будет последняя часть нашей лекции. То есть, задачи с скрытыми переменами позволяют восстанавливать плотность распределения, которые являются смесью каких-то распределений. Окей? Друзья? Окей, давайте поехали дальше. Давайте берем пример задачи с скрытыми переменами. Вот скриншот из моего Google Doc, когда я проявляю ваши квизы, да. Вот видите, 54 ответа – это, значит, энтеропия данной системы равна чему? Да, то есть, на прошлой лекции я вам говорил, что правильный ответ – это логарифм n. И вот для вас задача. Вот вы видите такую выборку. Да, то есть, вы знаете, флонга вы видите даже не такую, а вы знаете, что каждый человек, вот каждого из вас по именовать, и сказать ему, какой вариант он ответил. То есть, знаете, это. Ну, я это на самом деле не знаю, да. У меня есть как бы списки того, за кого вы проголосовали в данном вопросе. Ну вот, ваша задача – какой ответ правильно узнать. Вот мы-то знаем, какой ответ правильный, но представьте, что мы не знаем. И мы такие просто делаем тест, вот как совершенно вот отбалдылись, берем вопрос из интернета. Мы так не делаем, но представьте, что мы берем вопрос из интернета и отдаем вам. А потом наша задача – понять, какой правильный. Чтобы потом как бы поставить вам оценки. Да, да, естественно. Я взял задачу из интернета. Просто. Задача из интернета, где есть один правильный ответ. Специальный бланк задач. И я вам ее дал. Вы сделали как бы ваше решение. Я получаю такую табличку. У меня задачка. Какой ответ правильный, чтобы вам поставить баллы? Кто отличный, кто хорошист, кто не очень. Ну вот. Видели вы эту задачу со скрытыми переменными? Ну вы понимаете, что такие тесты много на самом деле. То есть у вас как бы один, у вас очень много вопросов. То есть как бы, это просто один из них. Вот какая здесь какая-то перемена может быть? Да, ну типа вот. Правильный ответ. А какие параметры вам еще можно остановить? Мне нужно восстановить для вас. А вас? Да, да. То есть мне нужно понять. Параметры. То есть наблюдаемые, да. Это ответы, которые я вижу. Вы мне их даете. Параметры. Это ваша оценка. То есть хорошисты вы там, хорошо выучитесь, плохо выучитесь. А скрытые это правильные ответы, я их не знаю. Ну вот не кажется ли вам, вот это бредом со стороны, да. То есть типа вот я не вижу правильных ответов, но от ваших ответов я могу это оценить. Смотрите, что вы легко поймете, что ответ правильный вот этот. Вот даже если бы вы не знали, что он правильный, а просто вот, просто по графику. Да. Ну, да, чисто интуитивно. Подумайте, почему. То есть вы, еще раз, можно восстановить правильный ответ на вопрос, вообще не зная о чем, он просто смотря на статистику людей, как голосуют. Зависит, среди кого он проводит. Нет, смотри, давайте, что все равновероятно, и люди как бы не сговариваются. Просто все независимо. Ну просто, если проводить там вопрос какой-нибудь, не знаю, плоской или землей. Нет, 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 смотри, еще раз, смотрите, вы считаете, что у вас как бы все люди независимы друг от друга и случайно выбраны? То есть, как бы, тут все как бы разных убеждений и все такое. Случайно отвечают? Нет. Случайно не случайно как раз таки. Они отвечают по своим знаниям. Мы убираем все правила списывания, все делается честно, все делается независимо, окей? А если я вообще не знаю, те вопросы, просто вынесутся, вывели и заставили отвечать на вопрос. Смотрите, еще раз, если бы был, многие отвечают на рандом, как раз таки есть. Но если бы все отвечали на рандом, не было бы этого. Понимаете, то есть невозможно заставить 85% людей отвечать одинаково, среди большой выборки, если они говорят на рандоме. Подумайте идею. То есть люди согласованно не могут как бы рандомить. Они могут согласованно только говорить правильный ответ. Какого момента начинается согласованность? Ну, смотрите, ну, вы интузивно подумайте, как бы, вы соберетесь все вместе. Вот кто-то из вас точно знает правильный ответ, и вы, там, хотя бы трое человек, они уже будут согласованы. Понятно, да, идея, да? То есть, смотрите, со стороны, когда я, вот я коллеге ему рассказал, он тоже сказал, типа, что это за бред. Ну, как бы, невозможно. То есть, как можно, не зная ответы, по студентам получать их правильные. Ну, можно как бы, и это как бы реально рабочие схемы. То есть, как бы, давайте так, чисто я вам расскажу по... Как это делать математично? То есть, как бы, на первой итерации мы считаем, что все студенты одинаково, как бы, отличники и двоечники. Первое, мы, условно говоря, оцениваем ответы через взвешенную сумму голосов. Словно говоря, у отличника больше вес, то есть, если отличник ответил на этот вопрос так, то я с большим весом ему доверяю, что он умный парень, он точно знает. Понятно, да? То есть, сначала всех одинаково, потом я вижу, что человек, отличник, я ему, его голос даю больше вес, а потом я пересчитываю оценки студентов, да? Вы все-таки знаете, что они не отличники? Нет, сначала все... Это итеративный процесс. Сначала я всем говорю, что все не отличники. Все одинаково, там, у всех, там, 2,5 балла, да? Потом я вижу, условно говоря, у кого оценки согласуются, да? Я вижу, что вы 10 человек, это правильно. Скорее всего, они знают правильный ответ, скорее всего, не отличники. И я в следующей итерации дам им больше вес. И так снова, и снова, и снова, и снова. И в итоге я сойдусь, как бы, к оптимуму, да? И узнаю и ваши оценки, и правильный ответ. И чем больше согласовывается, тем больше? Да, да, да. То есть, у теста должны быть специальные свойства, естественно, то есть, как бы, понимаете, то есть, тест должен обрабатывать специальные свойства, на самом деле, чтобы это хорошо выявлять. То есть, он должен быть таким, как бы, ну, как сказать, ненарандомным каким-то, знаете? То есть, как бы, чтобы ответ можно было получить только исходя из собственных знаний. Если так выполняется, то это очень просто делается. И вы сами интуитивно понимаете, что это работает. Сейчас, можно вопрос? Если треть студентов за один ответ, еще одна треть за другой ответ, остальные, там, как-то, побились, то что из этого правильная ответственность? Зависит от того, какая треть. Если треть ботаников, говорят, отличников. Треть отличников, говорят, что это один ответ, это ок. А если на первом трассе? Нет, сейчас, перед рацией неважно, у вас N от раций. Теперь рация будет самая плохая. Вы потом итеративно сойдетесь. Это вот какой-то живой интерес вас вызвал бы, я прям приятный. Не зря придумал бы ответ. Нет, конечно. Ваши ответы могут меняться. Зависит от того, как отличники и двоечники. Своим мнением, как бы, понимаете. От порядка вопросов тут зависит? С каким мы сидим? Нет, зависит. Окей, все. Вопрос теперь. Это, как пример, конечно, веселуха, которую я написал, но какое у этого практическое применение? Ну, понятно, что я знаю ответы, на самом деле, да. Ну, повречь меня на слово. Но какое вы видите, видите, практическое применение? Где я не знаю, на самом деле, ответы? Где мне важно померить согласованность людей? Какие задачи? Рейтинги. Ну, типа... Ну, опросы, да, рейтинги, опросы, окей. То есть там, где мне важно, что люди не на рандоме ставят там баллы. Если я им плачу, например, то я им засылаю специально, как бы, людей, которые там за деньги пробуют там меню, там, все такое, да. Я хочу, чтобы они, как бы, стали не от баллы, а от, как бы, своих реальных ощущений. Поэтому я, в том числе, засылаю там 10 людей в один ресторан и смотрю, как бы, как они согласованно отвечают. Это как бог. А более такой айтишный, что ли, пример. Вот где требуется, как бы, много, как бы, проходить тестов. Ладно. Краудсорсинг. Слышали, что такое краудсорсинг? Это когда, короче, размечают много-много данных. По-моему, говорят, для моделей, там, глубинного обучения, для нейронных сетей нужно очень много картинок для обучения. Там миллионы, миллионы, миллионы картинок. Как обычно поступают? Говорят, значит, есть специальные, как бы, фирмы, там, которые делают такую платформу, которая позволяет, как бы, людям, по-моему, говоря, по дороге на работу, там, в метро, там, просто тыкать кнопочкой, там, это собачка, это кошечка, там, и так далее. Да? И, ну, понимаете, какой-то деньги такой, пассивный доход. И это очень важно, потому что вам хочется, чтобы люди делали нет балды, и просто ставили, там, собачьи кошечки наугад, а чтобы они были согласованы, да? То есть, чтобы вы выявляли людей, которые, условно говоря, двоечники, а на самом деле просто халдурщики. Кто-то просто, как бы, вам портит вашу обучающую выборку. Это, как бы, не шутка, это, как бы, ну, рабочие алгоритмы, там, с конца 20-го века еще используют такие алгоритмы. Понятно, да? То есть, мы, как бы, имеем выборку оценок для одной картинки, в основном, где 10, и наша задача оценить, как бы, какая реальная метка, то есть, какой правильный ответ, при условии, что мы знаем, как бы, кто халдурщик, как бы, а кто честно делает свою работу. Да? То есть, как бы, в эпоху, когда у нас нужны очень много данных для обучения нейронных сетей, это, как бы, очень востребованно, но очень важно. И такую задачу решают сразу несколько алгоритмов. Ну, не несколько, а очень много алгоритмов в разных решают такую задачу. В том числе и Е-лгоритм, о котором мы будем говорить с вами дальше. Ну вот, второй пример на задаче со скрытыми переменами — это такой популярный, ну, такой популярный экзампл тематической модели. Вот кто-то слышал, что такое тематические модели? Ну, не очень популярный, ну, ладно, хорошо, я думаю, популярнее. В общем, очень важная задача — это понимание, как бы, смысла текста. То есть, какую задачу решает тематическая модель? Она имеет какой-то документ, да? И вот задача по каждому слову понять, из какой темы это слово. Словом говоря, вот, там вот есть там генетик, там ген и так далее. Это тема, вообще, тема. То есть, это тема какая-то про биологию, да? Это, там, брейн, нейрон, там, нерв, это что-то про, вот, господи. Ну, вы поняли меня. В общем, у вас есть разные темы, и ваша задача — получать текст, определить каждую тему, да? То есть, ваша задача — а, это построить для каждого слова, из какой темы оно пришло, и для каждого документа понять, какой он темы, да? Ну, понимаешь, что задача очень важная для понимания текста. Это, как бы, одно из современных направлений в Natural Language Processing, то есть, обработки естественного языка. И мы сейчас с вами обсудим, что же там за скрытые переменные и наблюдаемые переменные. Ну, вот. Ну, понимаешь, что такое тема, это определение. Вообще, у темы очень много определений, но я вот так написал семантический класс текстов, что бы это ни значило. Ну, вот. Значит, нам, наша задача по документу понять, из какой темы он пришел, и для темы понять, из каких слов она конструируется, да? Что, например, слово, там, футбол, там есть слова, там, мяч, там, не знаю, вратарь и так далее. Там еще есть нападающий, нападающий. Ну, вот. Поэтому примеров у этого просто море. У всего, что касается понимания естественного языка, всегда тысяча примеров. То же самое, что и картинок. То есть, когда, словом говоря, сделали нейронные сети, это был целый бум в картинках. Когда сделали там сверчатые нейронные сети, это позволило решать очень-очень много задач. Сейчас очень-очень много стартапов, которые занимаются именно распознаванием различных картинок. Так, сяк и так далее. Вот с текстами то же самое. Любая новая модель в обработке текстов, она вызывает цены бум в индустрии, и сразу выходит много-много-много статей. То же самое было и с тематическими моделями. Ну, вот примеры, да? Самые такие банальные, которые смог придумать. Например, просто банальная категоризация документов. У вас есть огромный как бы веб-сайт, там, условно говоря, все постят много новостей, и вы хотите, чтобы, условно говоря, новости про футбол сгруппировались в какой-то определенный топик. Футбол. Чтобы новый человек заходит на ваш сайт, нажимает «футбол», и там определенная категория новостей оттуда. То есть вы не хотите, условно говоря, платить деньги человеку, который будет сам заранее своим мнением определять темы. Вы хотите, чтобы сделали автоматически машины обучения. То есть рекомендовательную систему, например, можно использовать, то есть, например, находить темы, тех документов, которыми человек интересовался. То есть, условно говоря, я, например, хожу на футбольные сайты, у меня возникает тема «футбол», и у тех документов, которые тоже есть тема «футбол», не начинают с большим весом рекомендовать. То есть вы поняли мою тему, что мне интересно, и сразу в даче рекомендации вы не начинаете как бы эту тему дополнительно подсовывать. Дальше у нас идет, ну, естественно, информационный поиск. То есть, например, у вас задача найти документ, похожий на данный запрос. То есть вы смотрите, из какой темы пришел этот запрос, это вопрос про политику, и дальше из всех документов выделяете темы и смотрите о том, что этот документ тоже про политику, чтобы у вас как бы тема запроса полностью совпадала с темой документов, чтобы не было такого, что у вас человек ищет про одно, а вы находите документ совершенно про другое. Ну и последнее, что я подумал, это выделение трендов. То есть у вас, например, были новости про компанию Apple, такие-то, такие-то, а вдруг пошли совершенно другие темы. Например, она нам выпустила, у вас были темы про телефоны, а вдруг у вас темы пошли про ноутбуки. И вы резко понимаете, что у вас новый тренд в компании Apple, что у вас она выпустила на новый ноутбук. То есть у вас задача выделения трендов массовых потоков, она тоже очень важна и тоже может решаться с помощью задачи, с помощью тематической модели. Вы сказали, что после какого-то события происходит бум, а вот это событие, это вот данный случай, что? Модель LDA. Вкратце ее не расскажу. Модель Latin Directly Allocation или скрытое размещение Directly, вы можете посмотреть это во многих курсах, в интернете поискать. То есть чтобы хорошо вам вести модель LDA, нужно потратить как бы одну лекцию. То есть у нас нет на это времени, поэтому опять-таки мы говорим с вами очень поверхностно. Я вам даю как бы идею, зажигая в вас огонь знаний, а я надеюсь, что вы сами потом уже интересный для вас материал, сами посмотрите. То есть можно было бы сказать полтора часа модель LDA, и наверное даже было бы в каком-то смысле нужно. Но я надеюсь, что для тех из вас, кому интересна обработка естественного языка, кому интересно, как извлекать темы, сам дома во множестве курсов найдется описание модели LDA. Окей. Давайте с вами обсудим в тематических моделях, какие параметры наблюдаемые, какие скрытые. Как вы думаете? Что вы наблюдаете в текстах, а что для вас скрыто? Да. То есть наблюдаемое как бы, что вы наблюдаемые в текстах, это просто слова. То есть ваши признаки X, это просто слова, которые вы видите. А скрытые, соответственно, да, это тема, тема документов, вы ее не знаете, но вы очень хотите ее узнать. То есть как бы я тут вкратце написал, как она решается. То есть опять-таки у вас тема скрытая переменная, число темы вы сами задаете, вы наблюдаете слова, ваши наблюдаемые переменные – это слова. Ну и дальше вы строите полное прободобие, то есть такое произведение по всем документам и по всем словам в документе. Вероятность слова, то есть увидеть такое слово в данной теме и умножить вероятность темы в данном документе. То есть умножаем вероятность слова для данной темы и умножаем вероятность темы для данного документа. Это будет такая функция прободобия. То есть подробно я на этом не останавливаюсь, но интуитивно можно показать, что это так. Вам можно как бы показать, что это здравым. Вы строите такую функцию прободобия, да. Дальше, как мы знаем, вы можете наложить априорные представления о том, из какого распределения ваши параметры. Как мы обсуждали, тогда вы переходите к так называемой мапоценке, к байерским подходам. Вы можете заложить на матрицу тета, которая говорит о том, что какая вероятность темы для данного документа. Вы можете наложить на распределение дирехле. То есть почему распределение дирехле? Ну, во-первых, это очень богатое распределение. То есть там реально очень много зависимости можно моделировать. Это раз. Б. Оно сопряжено с категориальным распределением, а это вам поможет сделать полный байерский вывод. И С. Оно позволяет делать разреживание. То есть на самом деле базовое предположение тематических моделей в том, что у вас число тем на документ, то есть матрица тета, матрица вероятности темы для каждого документа, оно разреживает, то есть ваш документ, он очень маленький число тем. Не может быть такого, что это и про политику, и про футбол, и там про готовку, и про здоровый образ жизни. И распределение дирехле тоже вам позволяет это сделать. Понятно, да? То есть мы строим модель порождения текстов, пишем ее функцию правоподобия, и дальше накладываем дополнительное распределение на параметры вашей модели, так называемый распределение дирехле, и включаем модель latent directly allocation, или скрытое размещение дирехле. И дальше настраиваются параметры feed это. Опять-таки настраиваются с помощью EM-алгоритма, который мы, опять-таки, обсудим в конце. Ну вот. Таким образом вы можете решать очень популярную задачу нахождения темы в корпусе документов. Опять-таки то же самое, что было в примере с тестом, да? Вы темы не видите, да? Но видите слова. И, например, то, что вы их не видите, вы все равно их можете восстановить. Просто понимая то, что, условно говоря, в документах с одной темой встречаются слова из той же темы. Такое базовое предположение, да? То есть документ про спорт, там будут слова оттуда будут с большей вероятностью про спорт. И вот таким образом вы можете восстанавливать темы для всей коллекции всех документов. Друзья, окей? Отлично. То есть, опять-таки, это очень поверс, я не надеюсь, что вы, как бы, станете экспертом в ЛДА и будете, значит, с ними работать. Я вам показываю, что мы занимаемся, как бы, не ерундой, и все это, все это вещи очень востребовано и реально применяется в жизни. Ну, да, да. Ну, вот еще я вам дал такой легкий пример, что, на самом деле, с развитием, условно говоря, питона и различных библиотек можно очень просто сделать модель ЛДА. То есть, условно говоря, есть библиотека Gensim, да, и там вы можете просто сделать ЛДА модул, запустить на большом корпусе текстов и просто посмотреть, какие у вас темы получатся. Вот я просто из этого ресурса взял скрин и, условно говоря, просто вот сделал там предоброводку текстов, там всякие стемминг, климатизацию, убирание стоп-слов, и запустить модель ЛДА, вы можете получить уже вполне нормальную тему, да, то есть там, условно говоря, тема 17. Это как бы вероятность слова в теме, да, там игра, команда, год, играть, минуты. Это что-то про футбол. Например, вот у нас есть там, типа, Земля, Space, там, Moon. Это что-то про космос, там, NASA. Понимаете? То есть, на самом деле, сейчас уже есть готовые инструменты, которыми можно уже пользоваться, и уже, в принципе, сейчас уже можно получать неплохие темы, условно говоря, прям практически с коробки. Но, как бы, на самом деле, для более, как бы, хороших тем вам все равно придется немножко покопаться со лда. То есть, вы можете относительно неплохие результаты по тематическим моделям уже можно получать просто из коробки с помощью библиотеки Gensim. Мой вопрос. Вот там получились какие-то кластера текстов. Это тема. Тема 18. Это слова из этой темы. И дальше, вероятно, слово в теме. Вот, кластера слов, значит. Да, да. Почему они именно получились относящимся к одной и той же теме? Ну, потому что оно как бы... Ну, типа... Почему именно группировка по теме случилась? Ну, потому что у вас... У вас есть матрица FI. У вас для каждого слова есть вероятность этой темы. Вы просто взяли arg-максимум. То есть, взяли самые вероятные слова для данной темы. Ну, просто человек взял и посмотрел. Ну, вы построили, как бы, решили задачу тематического моделирования и просто нашли самые вероятные для данной темы слова и просто их напечатали. И все. Вот это что-то про Mac. Ну, ладно. Окей. Ну, вот, давайте резюмируем первую часть. Мы потратили на нее целый час. Итак, давайте вспомним, что мы с вами поняли за первую часть. Во-первых, мы узнали, что для каких распределений эффективно делать оценку максимума пропадали. Это так называемый экспоненциальный класс или exponential family на английском. Познакомились, опять-таки, что такое задача со скрытыми переменами, зачем она нужна, и привели много примеров. Разобрали, значит, задачу с тестом, разобрали тематические модели, ну и разобрали кластеризацию. Окей, друзья, давайте. Если у вас вопросы по первой части. Все ли было понятно? Все ли было доступно? Ну, если вы молчите, я, наверное, пойду дальше. И чем дальше я переключаю слайд, тем больше там будет математики. Ну вот, отлично. Дальше будет немножко введения, не просто так, а для того, чтобы вы смогли лучше понять ЕМ-алгоритм. Дальше я буду вам говорить о алгоритме, который позволяет вам решать задачу с полным проподобием, позволяет делать оценку максимума, методом максимума проподобия для задачи. И для этого придется немножко сначала вспомнить немного математики. Во-первых, у многих из вас было вариационное исчисление, и давайте введем несколько определений. Здесь функция f от θ, назовем ее для функции f от θ, назовем нижней оценкой функцию g от θ и ν. Есть ли справедливо два условия? Во-первых, для любых θ и μ, вот f от θ, она больше не равна, чем g от θ и ν? Ну просто, да. Поэтому она нижняя, снизу. Она всегда меньше. Но, но, второе условие. Для любого заранее заданного θ со звездочкой, любое взяли, я всегда найду, найти, могу найти μ со звездочкой такое, что они будут в точности равны. Она как бы подпирает снизу. У вас была функция одной переменной, я ее заменил в функцию от двух, которая снизу подпирает исходную функцию. Но при этом заранее, для любого как бы изначального параметра, я смогу найти такой второй параметр функции g, что они будут точно все равны. Поэтому называется вариационная нижняя оценка. Поэтому мы пытаемся подпирать нашу функцию каким-то семейством, ну классом функции, да. Потому что у нее уже есть другие параметры. Там, конечно, найдется μ, такое что, что... А, да, вы меня поняли, да. Не со звездочкой. Да. Это как бы... Это я не сошел с ума, да. Я все еще соображаю. Окей, друзья. Отлично. То есть это критичные условия, что они должны быть какие-то детки равны. Это второе условие, да, естественно. То есть как бы меньше равно и равно. Ну вот. Вот пример. У вас есть какая-то функция и семейство касательных какая-то функции, да, оно будет, ну, для... для выплат функции. Семейство касательных для выпуклых функций. Оно будет в вариационной нижней оценки. Потому что у вас очень много касательных здесь есть, да, очень много. Для конкретной этой точки f от x только одна касательная точность ей равна. Вот это. Как вы понимаете, да? То есть у вас у функции, которая выпуклая, есть целое множество касательных, да, такая, 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 такая. Все они ниже ее, все они подпирают ее снизу, но для каждой заранее известной точки f от x ну, это только одна такая касательная, которая будет в этой точке точность ей равна. Что такое? Коллеги, это понятно, да? То есть какой-то такой хрестоматийный пример в вариационной нижней оценке это семейство касательных для выплатных функций. Да, 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 да. А это же ограниченные классы. Да, да, естественно. Ну, да. То есть до любой точки, до любой точки нужно быть. Окей. Ну вот. Теперь давайте я покажу, как вот такая вам кажется, искусственная вещь, как вариационная нижняя оценка позволяет решить исходную задачу r максимума f от это, да? То есть заранее вам выйдешь, да, что на самом деле мы решаем r максимум f от это, но вы уже понимаете, что это будет задача максимума правоподобия. То есть если бы стать функцией правоподобия, да? То есть если я напрямую не могу ее решить, да, вот в лоб не получается, вот как у нас было с распределениями не из экспоненциального класса, то я могу построить нижнюю оценку, для которой просто считать максимум. Да? Тогда для решения исходной задачи можно итеративно находить максимумы для вариационной нижней оценки сначала по мю, а потом по тета. Понятно, да? То есть у нас есть как бы исходная задача r максимум f от это. Я говорю, типа, очень сложно. Задача гроб? Никак. Вот почувствуйте аналогию с тем, что я вам говорил раньше. Задача гроб не решается. Вводим дополнительную переменную, и тогда можно показать, и мы с вами, так сказать, покажем, что если вы будете по очереди, вот в таком итеративном алгоритме находить максимум по мю по тета, то можно итеративно исходную. Вопрос, сходится ли такой метод для вас? Как вы думаете? Здесь я буду итеративно считать арг максимум. Сначала по мю, потом по тета, по мю по тета. Вот остается ли он? Ну, если у вас как бы есть максимум функции по тета. А почему это вообще может привести к решению? Ну, у вас нет интуиции, что... Хорошо, ладно. Да, он сходится. Смотрите, он будет сходиться просто потому, что у вас на каждой итерации функция будет возрастать. Да? Смотрите, вы взяли какую-то функцию... Да, вы взяли функцию тета и мю в начальной точке, да? Это по второму условию равно f от тета old, да, потому что у нас есть такая точка, где они равны. Потом я нашел новую мю, которая будет больше просто арг максимум, да? Я просто взял в тупую арг максимум, она уже за это будет больше. Потом я взял... Что такое? Потом я взял второй арг максимум уже по мю, да? Было old, стало мю. И это снова по второму условию будет f от тета new, потому что во втором условии в рационной нежной оценке максимум будет именно в той точке, в которой она равна. Понятно, да? Ну и все. Посмотрите, что на каждой итерации f от тета будет возрастать. Была f от тета old, меньше f от тета new. То есть, если она ограничена, вы по теоремии в виде штрафа, по-моему, будете сходиться к оптимуму. Понятно, да? То есть, из-за того, что я делаю итеративно арг максимум по мю и по тета, из-за того, что у вас для каждого тета, на эту ста new, для которых выполняется равенство, и оно будет максимально, у вас из-за такой цепочки неравенства получается, что у вас функция на каждой итерации возрастает. Если она ограничена, то все хорошо. Как вы понимаете, мы будем работать с проподобиями, а она, скорее всего, будет ограничена. Окей? Ну, понятно, что глобально оптимум никто не гарантирует. То есть, вы ставите как бы какому-то локальному, возможно. Понятно, да, коллеги? А за сколько шагов идут? Нет, ну, наверное, есть оценки, конечно, на такие алгоритмы, но я не буду говорить, что я вам не скажу, их просто не знаю. Конечно, такие оценки есть, потому что алгоритм 200 лет, наверное, не знаю сколько, сколько лет в вариационном вычислении, что я могу итеративно по вариационной нижней оценке оптимизироваться. Окей. Коллеги, понятно, да? Встроим в вариационную нижнюю оценку и итеративно по каждому параметру, оптимизируя ее, я могу решить оригинальную задачу. Да? Почему? Это очевидно, что мы хотя бы к локальному максимуму идем. Почему мы к чему-то перейдем, понятно. Потому что у вас, кажется, это будет больше. У нас будет больше, но у нас оценка как то, чем огоньше сверху, а вот сюда мы сойдемся. Так, да, итеративно к максимуму, да, да. Но мы не дошли куда-то на аналог. Мне кажется, это даже будет локальный экстремум. Это может быть гораздо меньше, чем то, что нам нужно. Нет, подождите, вам не нужен локальный экстремум. Смотрите, вы любым итеративным методом... Да что такое? Отпустим, если это не так, когда можно выбрать либо в первый, либо второй параметр и уменьшить. Ну, кстати, да, если вы не сошлись, вы всегда можете как бы делать еще одну итерацию. Почему там строгая неравенность? Где? Нет, ну, потому что здесь считаю, что она еще не сошлась. То есть, понятно, что если сходится, то уже будет не строгая. Коллеги, давайте в целях экономим времени обсудим это чуть позже, потому что у нас еще полторы лекции. Ну, не полторы лекции, ну, довольно много. Окей, давайте обсудим теперь, зачем все это. Как бы мы говорим какие-то функции, я вам удалил подсказку, на самом деле на самом деле наша задача f от это это наше неполное протоподобие, которое мы хотим оптимизировать. Да? И наша задача с вами построить такую функцию g, которая бы являлась в вариационной нижней оценке для этого протоподобия. Очевидно, что в каком-то виде туда будут скрытые переменные. По постаранию моей лекции это видно. Ну вот. И ем-алгоритм, который мы с вами будем разбирать сейчас, это алгоритм, который позволяет вам находить оценку максимума протоподобия в задаче с открытыми переменными вот основываясь на этой логике. То есть так схематично алгоритм можно описать так. Во-первых, проинцизировали ваш начальный параметр тета, дальше максимизировали по скрытым переменам, максимизировали по параметрам и повторили до сходимости. То есть то же самое, что мы с вами говорили в задачах о тесте. Сначала оценили какой ответ правильный, нашли отличников. Потом используя отличников нашли снова какой ответ правильный, снова пересенили отличников и так далее. Так что нюли-то и есть скрытые? Нет, нет. Чисто ню не скрытые переменные, но скрытые переменные будут входить в эту как функцию. Окей, да? То есть именно такой подход и сейчас мы будем с ним разбираться. Ну вот. Но перед тем, как разобраться с емалгоритмом, нам нужно забраться в теории информации, потому что там будет одна вещь оттуда. Смотрите, как у вас в теории информации. Давайте обсудим. Ну вот обсудим вообще определение. У нас какая-то случайная величина, да, и мы хотим померить, сколько мы получаем бит информации, если мы наблюдаем юрализацию. То есть есть как бы формула Шенна, которая говорит там, что количество информации это там минус логарифм двоичный от вероятности. То есть наверное вы это видели там на уроках информатики в школе, по крайней мере я точно это видел. Это называется формула Шенна и под фразой можно показать, я имею в виду, что там из условия на то, что если у вас две совершенно величины независимы, то информация должна быть сумма двух информаций, да, то есть если у вас п от х и угрек это п от х умножить на п от у, то h от х должно быть суммой, h от х и h от у, и можно показать, что такому условию удовлетворяет именно логарифм. Ну вот. Дальше мы должны ввести понятие энтропии, то есть энтропия это сколько в среднем бит нужно передать получателю о том, чтобы сказать, какая у нее реализация совершенно величины. Это просто матожданние информации по распределению пъет х. То есть энтропия это просто матожданья величины по распределению пъет х. Это сколько в среднем информации будет передано. Это количество информации это в среднем. Матожданья. Вот. Вот вы такую штуку уже видели, наверное. Вы такое видели, когда делали домашнюю работу номер 3, да, и мы это назвали энтропией, по-моему. Вы уже видели эту штуку. Вот как вы думаете, почему вот эта штука используется для дерева решений? Именно там, вот минус P от X, логарифм двоичный P от X. Ну, можно не двоичный, можно натуральный, конечно. Ну, там, не знаю, дисперсию вы можете использовать. Почему именно вот энтропия? Как бы, в чем мотивация использовать энтропию для критерий расщепления для дерева решений? Ну, а почему это мера того, сколько теряет информацию? Сейчас, это мера... Давайте по-простому, смотрите. У каких распределений эта штука будет максимально и минимально? Вот когда энтропия максимальна, у кого распределение? Ну, дискретная энтропия? Они все случайно, это распределение. Одномерного, да. Это, собственно, логарифм N, как вы уже видели. Вот это, да. То есть, у равномерного распределения. То есть, если у вас в сплите все равномерно, все классы, то энтропия максимальна. Понятно, да? То есть, поэтому, собственно, это как бы и мера. Ну, а какого она минимальна? Да, ну, выроженную. Когда у вас со 100% вероятностью один, ну, эта реализация реализуется. То есть, когда у вас один класс ровно в вашем листе. Да? Поэтому она все выражена на ноль, а максимально на уровне номерного распределения это логарифм N. Окей. Также вводится понятие дифференциальной энтропии для вещественных величин. Можно показать, что это, кстати, штука, которая максимизирует дифференциальную энтропию. Это, соответственно, нормальное распределение. И можно показать энтропию для нормального распределения. И вот видите, что в энтропии для нормального распределения у вас будет входить, как бы, линейный сигма-квадрат. То есть, еще раз, смысл энтропии. Чем больше у вас размазанное распределение, тем больше его энтропия. Чем больше, как бы, она вот широкая, тем больше травить. А, наоборот, чем она более узкая, чем ближе она к вырожденному, тем у вас энтропии меньше. То есть, энтропия такой мера разброса в вашем распределении. Окей. Ну, и вот есть теория Мишанок, которая говорит о том, что вот Вот нельзя передать информацию за меньшее число бит, чем энтропия. То есть энтропия — это такая нижняя граница для передачи информации. Ну вот. Зачем все это? Затем, что мы с вами ведем другую величину, которую мы будем активно использовать в выводе ЕМ-алгоритма. Так называемая дивергенция кубика Лейблера. Посмотрите, тут... Зачем она, в принципе, нужна? Вот мы с вами хорошо знаем о том, как поймать расстояние между объектами. Считаешь там Евклидовое расстояние, считаешь расстояние Хайминга, считаешь расстояние Чебышева. А вот как померить расстояние между двумя распределениями? Насколько, условно говоря, нормальное, похоже там на... не знаю, на равномерное. Вот как это померить? Вот у вас есть два распределения, две функции плотности. Как понять, что они похожи, не похожи? То есть есть специальные метрики между распределениями. И вот, даже не метрики, а расстояниями. То есть мы с вами покажем, что она не является метрикой. Но ей можно эффективно считать расстояние. Дивереза кубика Лейблера. Что она говорит? Представьте, что мы реальное P от X не знаем. Так что когда мы передаем информацию, мы не знаем, какое было исходное распределение у случайной величины. И мы пытаемся его восстановить каким-то Q от X. По теореме Шена, как я говорил, минимальная информация, минимальный счет бит, который вам нужно потребовать, это энтропия. Естественно, когда вы не знаете исходное распределение, у вас будет чуть-чуть больше бит. И чем хуже вы Q от X похожи на P от X, чем длиннее будет сообщение. То есть чем хуже Q от X описывает P от X, тем больше бит вам нужно будет потратить на передачу сообщения. И вот это количество бит лишних, оно и будет определять, насколько хорошо Q от X аппроксимирует P от X. То есть, что мы делаем? Мы считаем, условно говоря, энтропию. Когда я с помощью P от X кодирую другое распределение Q от X, и вычитаю из него энтропию честную. Когда я кодирую распределение P от X с помощью P от X. И это будет, сколько бит мне дополнительно нужно будет потратить. Это понятно, да, коллеги? То есть я кодирую неоптимально другим распределением, из-за этого код становится длиннее, и я хочу померить, насколько код будет длиннее. И это есть смысл информационной KL-дивергенции. Ну вот можно с помощью несложного преподзывания получить такое определение. То есть KL-дивергенция — это P от X, логарифм P от X на код X, DX. Что такое дивергенция? Ну, так называется дивергенция. Что это слово? Ну, дивергенция, вот на ней там была дивергенция. Ну, как бы, разбросание, как перестали на английский слово дивергенция. Можешь хоть знать, как? Ну, расхожение, наверное. Дивергенция. Ну вот. То, насколько ваше распределение не похоже. Ну, вопрос, да, коллеги. Мы ее легко вывели через определение тропии. Метрика ли это? Метрика ли это? Я бы сказал, что нет. Что? Я сказал, что нет. Да, почему? Да, давайте. Что, давайте вместе, давайте. Симметричность, неравенство треугольника и... Ну, нет висательности. Нет висательности. Она может выглядеть висательность, или нет? Смотрите. Давайте, в самом простом, она симметрична? Симметрична. Нет, все, конец, давайте попроще. Она не симметрична Она не удовлетворяет неравенство треугольника Но она неодоцательна Да, то есть с помощью неравенства Йенсена У вас логарифм функция выпуклая Логарифм функции Вогента минус логарифм То есть мы можем с помощью неравенства Йенсена показать Что она неодоцательна То есть как это сделать? То есть у вас есть KL Вот ее определение Дальше я условно говоря Логарифм проношу за знак интеграла По неравенству Йенсена То есть я могу Вот логарифм как бы вынести за знак И получить число, которое будет меньше или равно И у вас сократится P от X, P от X Останется интеграл Q от X Это просто логарифм от 1, просто 0 То есть из-за неравенства Йенсена Можно показать, что у вас KL-дивигенция Не отрицательна Ну и можно показать, что из-за того, что она То есть когда P от X, она Q от X Тождественна То она будет равна 0 Ну естественно, у вас в каждой точке будет Интеграл от 0 Окей, да? То есть неравенство единственное показать, что KL действительно больше 0 И равна 0 тогда, когда у вас P от X код X совпадает То есть это можно использовать как как бы расстояние между двумя распределениями Но это не метрика Поэтому я буду сознательно избегать слова метрика Окей, да? Ну да, расстояние, да Я не знаю, как это в математике, но расстояние не застает функцию Но это не метрика Ну вот, да Давайте вернем пример на кольдивигенцию Вот представьте, что мы пытаемся восстановить выраженное распределение То есть мы используем как P от Y используем распределение, которое равно единичке у одного единственного объекта и нулю у всех остальных Вот, считаем, что это два объекта То есть, во-первых, мы расписываем KL-дивигенцию просто в лоб по формулке У выраженного распределения, как мы знаем, просто 0 Энтропия Это энтропия, распределение, ну, с минусом А на 0, то что распределение вырождено И остается только вот эта штука Минус P от Y в алгоритм Q от Y То есть это я расписал Для случаев, когда у вас Y равно 1 или 0 То есть это Y равно 1 Сейчас, смотрите Мы хотим оценить Почитать кольдивигенцию для Для распределения P от Y, которое выражено, то есть которое равно 1 в одной точке и равно 2 до всех остальных То есть можно легко показать через просто эфмические пропознания, что оно выглядит примерно вот так вот Вот есть ли у вас какие-то воспоминания о том, что это такое? Да, это локлос То есть KL-дивигенция — это мера Как ваше выходное распределение Q от Y, которое вы делаете, да, с помощью логистической агрессии Похоже на то выраженное распределение Которое, вот, смотрите То есть вот ваши как бы, вот ваши пики Ваш пик — это как бы то выраженное распределение, которое есть как бы в трене, да То есть вы знаете, что у этого класса точно единичка Или точно нолик А вы в вашей лок-регрессии восстанавливаете эти колокола так, чтобы они были максимально пока или близки к ним Да, и это есть на самом деле локлос От чего мы там распределили? От распределения, которое вы устанавливаете Вот, смотрите, вы, вы делаете лок-регрессию, смотрите Делаете лок-регрессию Она вам выплевывает какие-то вот распределения, какие-то точки Объект с фичами X имеет там типа, вероятность 0.98 Того, что это объект класса 1 И 0.02, того, что это класса 0, да А вы знаете, что у вас исходное распределение P от Y, выраженное, 100% класса 1 Это такая палка И вы хотите, чтобы ваше предсказание было как можно близко к этой палке К этому выраженному распределению То есть это лок-регрессию на самом деле То есть лок-регрессию это просто расстояние между тем распределением, которое вы моделируете И тем правильным распределением, которое вы знаете То есть выраженным 1.0 Я вам показываю просто интуицию лок-регрессию еще одну То есть как бы Почему лок-регрессию выглядит так еще по одной причине То есть это как бы логарифм проподобия Минус логарифм проподобия распределения Бернули И показать, что оно уже имеет смысл Как бы, что вы сравните распределение истины С тем распределением, которое вы предсказываете И как бы вы, по сути, минимизируете расстояние между распределением Окей? Отлично Ну все У нас еще есть целых 5 минут, чтобы делать вывод всего Е-малгоритма Отлично Итак Давайте я этот слайд расскажу вам А потом устроим перерыв Окей? Во-первых, смотрите Исходная задача Мы хотим максимизировать функцию неполного проподобия Окей У нас есть скрытые переменные Давайте воспользуемся тем, что Что они есть Запишем как бы логарифм неполного проподобия Дальше просто перепишем тождество Это тождество я просто умножил на какую-то q от z Любую q от z Какую-то функцию От скрытых переменных z И проинтегрировал по dz То есть так как q от z это будет распределение То это интеграл единичный Поэтому это тождество Это пен, да, коллеги? То есть вот это вот это просто тождество Потому что q от z до z это единица Окей Дальше я использую формулу байаса Чтобы p от x тета Приставить через p от z при условии тета На p от z при условии x и тета То есть я вот эту штуку подставляю вот сюда Получаю вот такую штуку Ну, кстати, вы можете заметить такой интересный факт У вас как бы числитель зависит от z Знаете, зависит от z А все выражение z не зависит Такое... Это то же самое z большое? Да, да, да Все, все большое, да Все, 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 все большое, да Все, z это все одно и то же, короче Ну вот Переписали И дальше начинаем Растаскивать То есть у вас Вот эту штуку можно Разложить через Два логарифма Вот такой логарифм И такой логарифм Ну просто поэтому С помощью Простых арифмических операций Давайте не будем в 20 подробностях арифметики Вы дома просто посмотрите Вот смотрите Вот штука просто тождественно Расклассана на два таких слагаемых Окей? Теперь у вас вопрос Где здесь KL-дивергенция зашита? Ради чего я вам рассказал всю эту KL-дивергенцию? Вот ради вот этой строчки на самом деле Вот видите, как бы Два слагаемых Как вы думаете, где тут KL? Правая А почему не левая? Ну смотрите, вот KL-чек Правая у Кида У Кида Правая отличная Почему левая не KL? Ну давайте Почему? Здесь вас смущает, что тут как бы С доменателем перепутан Чистительным, да То есть я минус поставлю И поменяю их Ну и все Будет как вы хотите Будет q от z Логарифм q от z на p от xz Присловит это Почему это не KL? Друзья, давайте Я верю в вас Знаете, вот Давайте еще раз Приняем KL Бла-бла-бла Во Видите, что у вас Да-да-да У вас носитель должен быть Вы даже интегрируете По носителю распределения Видите, да? Вот здесь Носитель распределения z Вы по нему интегрируете И относительность Икс, запятая z Черт знает что Понимаете, да? Это не KL Это KL Отлично Теперь давайте заиспользуем Вот это KL А первая слагаемая Не дивергенция Ну вот Мы доказали с вами С помощью неравенства Йенсена Что KL Не отрицательно Давайте Это заиспользуем То есть мы Назовем первая слагаемая Которая не KL Как L Обычно называют Evidence Lower Bound То есть Нижняя оценка На в основность И Логарифм Неполного продавления Таким образом Распадается на два слагаемых Собственно L Evidence Lower Bound И KL Распределение Q И распределение P По определению KL дивергенция Эта штука Меньше или равна Чем сама L Согласна, да? Ну просто по определению И опять-таки Для любого тета Нается такое Q Что неравенство Придет в равенство Потому что KL Будет равна нулю Понятно, да? То есть Когда Q И P Равны В каждой точке Неравенство Приходит в равенство И Логарифм P В точности равен Evidence Lower Bound Он же L Понятно, да? То есть два условия Всегда больше Или равна А равна тогда Ну Наверное Навес такая точка Докажет это Что они будут равенство Коллеги Помните ли Что я как бы Что будет дальше? Да? Друзья Что нужно сказать дальше? Сейчас По этой точке К чему я сказал предыстория Там предыстория была Помните там Про математику Да, да, да Вот эта штука Короче Вот Функция L И есть Вариационная Нижняя оценка Для функции Логарифма Неполного Правдоподобия Да? Отлично Ну вот Таким образом Для решения Исходной задачи Которую было Очень сложно решить Потому что это было Неэкспоненциальное семейство Мы можем Делать Итеративную Оптимизацию Вариационной Нижней оценке L Сначала по Q То есть по Распределению На скрытые перемены Вы помните Что Q Это какое-то Распределение Вообще говоря Какое я не вводил Я сказал Домножим на любое Q от Z Q какое угодно Да? И на M шаг То есть E шаг Таким образом E шаг Expectation Ожидание Найти Распределение Наскрытые перемены И M шаг Максимизация Промаксимизировать Исходные параметры Ну вот Давайте по очереди Разберем Каждые два шага Ну вот Хотим Максимизировать Нижнюю оценку Да? По Q При фиксированных параметрах Еще раз Это E шаг Вообще говоря Q Вот то Которое Это вообще говоря Какое-то распределение То есть по сути Мы должны здесь делать Какую-то вот Оптимизацию По всем функциям Вот Это конечно Задача гроб Да? Ну вот Которое говоря Потому что ну Найти максимум Свои функции Это не Ну Число не очень решается Но у нас есть Как бы Какой лайфхак Вот смотрите У вас Вот ваша функция F от это Да? Которая логарифм P от X это Это сумма двух Как мы доказали Точная сумма Вот абсолютно точная И вот Заметьте Что у вас Каждая слагаемая По Зависит от Q А сумма не зависит Тут Q нет А тут Q есть в каждом Что это значит? Это значит Что Это как бы Что когда у вас Q здесь Максимально Короче Когда эта штука максимально По Q Здесь она по Q минимально Что у вас сумма Как бы константна По Q Понимаете, да? Это как бы F от X F от Y А здесь она константа Да? То есть когда эта штука максимальна Чтобы максимизировать Эту штуку по Q Нужно эту штуку по Q Минимизировать Это понятно, да? То есть это такой Интуитивный трюк Потому что сумма Не зависит от параметра Вы можете Один параметр максимизировать Да? Тогда другой минимизируется Потому что сумма Вы должны быть одинаково Всегда Это логично Тут как бы Вопроса нет Поэтому КЛ по Q. Понятно, да? Ну, а как медитировать КЛ по Q? Чему равен минимум КЛ дивергенции по Q? Вот ваша КЛ. Нет. Ну, в смысле, арг-минимум. Ну, понимаете, да? То есть, чему равна Q? Чему должна быть равна Q, чтобы эта штука была минимальна? Вот вы медитироваете вот эту штуку по Q. Нет, еще раз. Чему будет равна Q, чтобы эта штука вся вместе была минимальна? Да. Ваша Q должна быть в точности о пастериорном распределении на ваши скрытые переменные. Если ваше Q такое, все, как бы, КЛ 0, КЛ 0, эта штука 0, а эта штука по Q максимально. Вы провели оптимизацию вариационной нижней оценки по Q. Окей? Ну, вот это как бы я написал то же самое, что я говорил. Просто посвятить КЛ дивергенции. Вот ваш первый E-шаг. Вот Q со звездочкой — это просто апостериорное распределение на скрытые переменные. То есть апостериорное, потому что Z при условии. Мы с вами эту аннотацию вводили на позапрошлой лекции. Ну вот. Но вопрос. Не всегда можно оптимизировать эту штуку аналитически. Ну, понятно, что если у вас, например, распределение дискретное, например, задача, где у вас скрытые переменные дискретные, тогда, как правило, это аналитически можно сделать, и я вам покажу, как оно можно сделать. Но если это не так, иногда найти такую штуку аналитически, получать аналитически апостериорное распределение на скрытые переменные не получается. Поэтому всегда вы можете просто ваше Q параметризовать, сказать, что я ищу Q в каком-то параметрическом семействе, и, например, нормальное распределение, и решать такую задачку. Типа там, хочу найти минимум такой штуки по Q, но вы все равно как бы найдете минимум, но уже в каком-то семействе. Как это понятно, да? То есть если мы не можем это делать аналитически, а такое встречается после рядом, мы просто параметризуем ее и делаем приближенный Е-алгоритм. Численный. Ну вот. С Е шагом понятно, да? То есть по свойствам конвергенции Q это просто апостериорное распределение на скрытые переменные. М шаг, да? Вот наша L функция, я ее просто написал. Фиксируем Q со звездочкой. С прошлого шага это апостериорное распределение. Хотим найти теперь θ, да? Просто переписал логарифм через разность, да? И хотим максимизировать эту штуку по θ. Легко видеть, что эта энтропия распределения Q, она от θ не зависит. Это еще можно выкинуть. Этого нет. Значит, нужно максимировать только вот эту штуку. Да? Вот эта штука это что такое? По смыслу. По смыслу это мотожидание логарифма полного правоподобия по распределению Q, которое с прошлого шага является распределением апостериорным на скрытые переменные. Да? То есть почувствуйте как бы красоту ситуации. Да? Раньше у вас была задача найти максимум не полного правоподобия по θ. А вы свели к задаче нахождение максимум мотожидания полного по распределению скрытым переменам. Видите? То есть вы как бы усложнили себе задачу как бы в два раза. Ну, кажется, да? То есть какие-то распределения ввели и еще мотожидание оптимизировать. Ну, кажется, что какой-то бред. Ну, типа зачем? Ну, была исходная задача. В чем смысл вообще всего этого? Как вы думаете, то есть как бы зачем все это городить? Зачем вот делать два шага, и среди которых м шаг в два раза сложнее, чем прошлый шаг, чем как бы начальная итерация? Друзья? Какие у вас есть идеи? Ну, о чем мы говорили в начале? Там специальный класс, там тыры-пыры. Я ничего не говорил зря. Смотрите, друзья. Как мы говорили, вот эта штука не лежит в экспонциальном классе. Если она лежит, все, это все не надо. Сами просто берете в лоб и считаете MMP. Но вы можете так подобрать, что вот эта штука, она уже будет лежать в экспонциальном классе. А значит, ее логарифм будет функцией вогнутой. Да. Ну, а вот ожидание, там, как сумма там вогнутых функций, тоже будет функцией вогнутой. Да? Понимаете, да? То есть, вот эта задача... Почувствуйте, как бы, в чем смысл ситуации. Вы аналитические мотожидания можете вообще не брать. Вам это не обязательно. У вас задача найти оптимум. Да? А оптимум, эта функция сама по себе численно, будет проще максимизироваться, чем исходная задача, потому что будет вогнутая функция. То есть вам наплевать, что это сложный интеграл, что вам какое-то распределение. Вы думаете, просто как программист. Есть функция, я ее оптимизирую. Все. Понимаете, да? Ну, как ее численно можно брать? Ну, там, можете, там, методы Монте-Карло, да? То есть просто, как бы, берите точки, сэмплируйте, считайте градиент. Да? То есть, ну, или просто, там, какие-нибудь, там, методы, там, золотого сечения, вы как хотите, короче. Понятно, золотого сечения здесь не будет работать, но... В общем, человечество развило достаточный класс методов 15, который позволяет вам эту штуку решать аналитически очень эффективно просто потому, что эта штука выпуклая. Понятно, да, коллеги? То есть это все не зря. В лекции не бессмысленно. Мы свели, как бы, с виду, как бы, простую задачу к сложной, но сложной, на самом деле, итеративно проще решается, чем изначально. Ну, вот. На всякий случай я описал снова весь алгоритм. Инициативные параметры tt0, наши, как бы, начальные параметры, да, оценили апостерерное распределение на скрытые переменами, где параметры, ну, с параметрами, с прошлого шага, да, мы, как бы, сказали, вот, параметр с прошлого шага, оцениваю qz. Если аналитически можно, если нельзя, то просто делать численную оптимизацию, как я говорил на двумя слайдами раньше. Дальше делаем m-шаг. Находим максимум патета мотожидания от логарифма полного правдоподобия. Ну, и все. Повторяем на сходимости весов. И эта штука, ну, как бы, является, как бы, из-за того, что мы, как бы, вводили ее как оппозиционную нежнооценку, вот эту штуку, то все это будет сходиться. Вы можете вот еще раз отмесить то место в вашей цепочке рассуждений, где вы перешли от математики к программированию? Нет такой точки. Не, смотри, я имею в виду типа того, что вы, я имею в виду отмечения, что вы можете не брать, как бы, интеграл численно, ой, аналитически. Вы можете, как бы, не брать интеграл, а просто начать его, как бы, какими-то пакетами, там, знаете, оптимизации. Да? То есть, все-таки, в конфликте, просто стало в смысле математики? Нет, ну, просто стало с точки зрения работы метод оптимизации для этой задачи. Не знаю, это математика или программирование, это что-то смешное. Ну, численные методы, да, математика, да, наверное. То есть, с точки зрения численных метод, да, финально, задача M-шага проще, чем задача оригинальная, потому что для M-шага экспансиональное семейство, экспансиональный класс. Ну, вот, давайте я картиночку. Все любят картиночки? Я тоже люблю картиночки. Вот ваша синяя функция, это ваш логарифм неполного правдоподобия. Да. Да? Мы хотим его прооптимизировать, найти максимум. То есть, смысл E-логарифма. Берем начальную точку Tz0, ну, здесь TzT, проводим через нее на E-шаге, на E-шаге делаем, считаем апостеорное распределение на скрытые переменные. Здесь функция G. Да? Построили. Нашли ее максимум. Максимум, что это будет здесь. Да? А потом снова нашли точку Tz0 и построили снова через нее функцию. Снова нашли точку 0, построили функцию. Понятно, да? Мы так итеративно поднимаемся, оптимизируясь вдоль, как бы, наших функций Q, короче. Понимаете, да, идея? Да, E-шаг это построение вот этой кривой, ну, и нахождение максимума, да? Ну, а E-шаг, E-шаг построение кривой, а E-шаг нахождение максимум. Из-за того, видите, она пересекается в каждой точке. Потому что в точке, в точке, как бы, вы каждый раз проходит через точку, где они равны. Вот, собственно, когда у вас Q равно 0. Помните, да? То есть в точке, когда Q равно, вот когда вот эта штука, вот это распределение на скрытые переменные в точности равна противоподобию, это когда Q равно. Ну, поэтому они точно совпадают. Потом вы максимизируете, находите точку, находите новую точку тета, и снова максимизируете. Находите новую точку тета. Окей, да? А, ой-ой-ой. На что это похоже? Я забыл вопрос. Просто в методах оптимизации уже есть определенная конструкция, которая выглядит примерно так же. Да, то есть числе метод оптимизации, который очень-очень похож на EM-алгоритм. Ну, вот мы, ладно. Метод Ньютона, вы слышали про метод Ньютона? Ну, вот мы раскладываем, как бы, функцию до второго члена разложения Тейлора, аппроксимируем ее параболой, а каждый раз находим минимум параболы. То есть раз, минимум нашли, два и так далее. Итак, спускаем, спускаемся на дно. То есть то же самое. То есть только там вы здесь аппроксимируете параболой, а там вы аппроксимируете какой-то вот нижней оценкой. Окей? Отлично. О, теперь самый интересный пример. Примерный EM-алгоритм, чтобы вы его интуитивно поняли. Вот смотрите. Вот у вас есть задачка. Задачка, которую я взял отсюда. Кстати, у вас есть две монетки. Я очень люблю примеры с монетками. Возможно, это какая-то психологическая болезнь. Но, вот понимаете, что вы подбрасываете две монетки и каждый раз равновероятно берете любую. Берете там монетку А или монетку Б. И видите такую серию событий там. Head – это орел, tail – это, видимо, решка. Ну вот, видите, орлы и решки. Каждый раз. Ну вот. Смотрите. Если вы знаете, какая монетка была в каждом броске, то очень просто восстановить П в распредельном берноле. Ну, считайте количество орлов, суммируйте там сколько там. Пятнадцать плюс семь. Ну сколько? Семнадцать плюс семь. Двадцать четыре, да? И делите на общее число, которое было в монетке А. И тоже самое монетке Б. Это понятно, да? Получаем верности орла на каждой монетке. Окей, да? То есть если мы знаем, какая монетка была взята на каждой итерации, очень просто. А вот если мы не знаем, вот мы берем как бы из пригоршни из двух монеток, выбрасываем ее и не различаем их. То есть вы просто видите такие группы из head, tail, head, tail, но вы не знаете, из какой монетки она пришла. Вот как это у тебя? Что есть будет с крытыми переменами? Какая же монета. Да, 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 да. Смотрите, просто почувствуйте, пропустите через себя как бы мощь и его алгоритмы. То есть вы не знаете монетку, но вы можете на секунду предположить, что знаете, и восстанавливая итеративно, да? Вы на е-шаге думаете, наверное, это монетка А с вероятностью 0,9, потом ага, значит ее параметры такие, потом нет, на вероятности А 0,8, значит параметры другие. Это и есть как бы ЕММС процедура. Окей? Ну вот, я, так сказать, давайте без, пока что без формул, просто наглядно. Вот вы инициализируете какие-то параметры, что у монетки А орел 0,6, у монетки Б орел 0,5, да? Начальные параметры. Видите выборку, дальше делаете е-шаг, оцениваете для каждой монетки, а по стереорной вероятность того, что это была взята монетка А, вот на этом этапе бросков. Получилось, что, например, эта монетка А с вероятностью 0,45%, а эта монетка Б с вероятностью 0,55%, да? Вот для такого 0,8, 0,2 и так далее. Ну, как это можно сделать, сейчас покажу. Вы на е-шаге оцените, насколько вероятно, что для этой конкретного серии бросков была именно эта монетка. Понятно, да? Потом вы как бы оцениваете мотожидание, как бы, орлов и решек, да? То есть, по слову говоря, в среднем здесь было 2,2 орла, 7,2 орла, 5,9 орлов. А потом делаете такой же вывод, как и для метода максимум проподобия. То есть делите суммарное число орлов на общее число орлов. Только не суммарное, а в смысле мотожидания. То есть, когда мы говорим, что мы приходим на m-шаг, мы работаем не с полным проподобием, а с полным проподобием, но уже его мотожиданием. Это понятно, да? Посмотрите еще раз. Сначала оцениваем вероятность того, какую монетку мы взяли, а потом, зная эти вероятности, оцениваем мотожидание. Да? И зная мотожидание, мы можем найти просто оптимальные параметры. Давайте чуть больше формул. Ну вот, смотрите. Считаем, что у вас монетка A. На сегодня параметры. У монетки A 0,6. У монетки B 0,5. Строим функцию проподобия, просто как Бернули, да? И считаем для этого и этого. Я взял для примера второй бросок. Видите, тут было 9 орлов и 1 орешка. Например, взял. То есть, я сейчас буду давать вам интуицию, а потом вы сходите по ссылке и сами подробный вывод рассмотрите. Интуиция в чем? Вы понимаете, что правоподобие для монетки A… Я перебутал. Это все-таки монетка B, значит, видимо. Смотрите, сейчас. Смотри. У вас монетка A имеет более высокую вероятность того, что это монетка из орла. 0,6. И увидите, что есть очень много орлов. Протом, скорее всего, это монетка A. Понимаете, да? У вас правоподобие 0,6, видите кучу орлов, а у этой 0,5. Но, скорее всего, там, где куча орлов, там из А, а не из Б. То есть как это можно посчитать? Вы считаете likelihood для монетки А Это 0,2,0,4 Вот просто по формуле likelihood обернули Потом считаете likelihood для монетки Б Это 0,2,0,1 Тоже по формуле обернули Я просто взял вот эти штуки и подставил вот эти чиселки Можете дома на калькуляторе проверить Что я вас не обманул А потом по формуле байса Пересчитал Апостерерное распределение на скрытые перемены То есть я говорю, что когда мы работаем с дискретными распределениями Все очень просто сделать Берем формулу байса Это будет что? Мы берем likelihood 1 на прайер 1 Делить на сумму лайклихудов и прайеров Я вам сказал, что каждая монетка выбирается равновероятно Поэтому все прайеры мы можем отбросить То есть как бы Апостерерное вероятность того, что это орел Точнее, что это была монетка номер 1 Монетка номер А Это просто лайклихуд и монетка номер А Делить на сумму двух лайклихудов То есть Поэтому это монетка А с вероятностью 0.8 А это монетка Б с вероятностью 0.2 Коллеги, это понятно? Это мы сделали Е-шаг То есть еще раз Интуиция Видим, что начальные параметры у А сильно больше То есть скорее всего Мы видим выборка, что там куча орлов Значит, скорее всего С вероятностью 0.8 это монетка А Понятно? Это и есть ваша скрытая переменная Вероятность того, к какой монетке она пришла Вероятность того, какая монетка была взята Отлично Дальше чуть-чуть больше математики Но это просто такой каркас для ваших будущих исследований Смотрите Для одного броска Только для одного броска То есть что у нас типа Я перестал ту же самую формулу с лайклихудами Но только для одного броска То есть без всей серии То есть это ваша скрытая переменная А это ваши начальные параметры То есть смотрите Это опять-таки лайклихуд Для одного броска А это лайклихуд монетки А для одного броска И Б одного броска И это пастерерная вероятность того, что это монетка А То есть как я говорил раньше Это просто лайклихуд А На лайклихуд А Лайклихуд Б Здесь я использовал такой же трюк Что Х В данном случае это наблюдаем Она либо 1, либо 0 Поэтому это либо 1, либо 0 Она как бы, ну понимаете Идея Это старый трюк, который я использую Дальше что мы должны сделать Мы должны посчитать Мотожидание От Полного пробудобия Это M-шаг Пишем полное пробудобие Для одного броска опять-таки То есть я не хочу градить формулу Потому что я сделал один бросок Вот смотрите Опять-таки Здесь уже двойная аннотация с этими формулами Смотрите Представим, что мы попали в монетку А Мы попали в этот множитель И если это был орел Тогда вероятность будет тета А Если решка 1 минус тета А Если мы попали в монетку 2 Сюда То вероятность орла будет тета Б А решки 1 минус тета Б То есть я то же самое Через нотацию со степенями Переписал как бы более сложную конструкцию Понимаете То есть это то же самое, что это Просто как бы Сверху накрученные Еще скрытые переменные Это стартый прием Для того, чтобы как бы Потом взять логарифм Она отсюда вылезет И будет очень удобно Ну вот Считаем матр ожидания по этому То есть просто матр ожидания Будет только по Z Ну а матр ожидания по Z Вы можете посчитать Зная вот это То есть зная Зная распределение На скрытые переменные Вы можете легко Что такое Можете легко посчитать Матр ожидания Просто так как Это просто переменная Которая имеет 1 или 0 Да Так называемая Индикатор То матр ожидания Будет просто равно Этой вероятности Берите тут Сюда огромную кучу Считайте производные Честно Вот вообще Без дураков Прочем производные И мы на нем ответ На нем ответ Что Оптимальное Для метки A Это будет Число Орлов Которого вы видели Умножить на то Что это вероятность A 0,8 Для решки то же самое То есть Вы видели одну решку Умножили Наверное С того Что это метка A То же самое Сделали для метки B То же самое Сделали для метки B А потом Просто поделили Одно на другое Как Как вы делаете Об обычной формуле Для MMP То есть число Среднее Число Орлов Делит на среднее Суммарное число бросков То есть Я опустил вывод Я надеюсь, что вы сами Дома глянете Но идея Абсолютно Такая же Как из всех моделей Которые Решают именно EM То есть Взяли параметры Оценили Опостольное распределение Наскорто переменные Пересчитали снова параметры С помощью матраждания С помощью оптимизации Матраждания Полного продавления То есть Полную оптимизацию Я вам не проводил Но я надеюсь, что вы дома Сами посмотрите Коллеги, есть вопросы какие-то По второй части Вот этим мы еще раз Разберем ее внимательно То есть Что мы сделали На второй части Проделали Огромный объем Работ Во-первых Узнали, что такое Вариационная нежная оценка И как с помощью нее Можно делать оптимизацию Узнали, что какая-то Дивериенция И как она связана С логлосом Вывели с помощью Вариационной нежной оценки Ем-алгоритм Который позволяет Находить оценку Максимум Продоподобие Задач с открытыми переменами И потом Разобрали маленький пример С моментками На таком интуитивном уровне Коллеги Есть ли у вас вопросы Про Ем-алгоритм И мы приходим К последней части Нашей лекции Это разделение Смеси Распределений Вкратце я напомню Почему эта задача Такая важная Мы с вами проходили На Так сказать На прошлых занятиях Что У нас есть задача Восстановление полностью Потому что у нас есть Оптимальный Байс-классификатор То есть классификатор Который Возвращает Правильный класс По принципу Максимума По стоянной вероятности Мы показали Что такая Оценка Оптимальное Существление Байска Функционала Среднего риска Что лучше Чем вот это Сделать нельзя Просто это Лучший из лучших вариантов Мы аналитически Решить ее не можем Потому что мы не знаем Как бы это распределение Наша задача Восстановить плотность Сделать оценку Этого распределения То есть Сделать такую Оценку Насколько вероятно Что сливает Перемена такая-то При условии Что это такой-то объект Ну вот мы с вами Написали формулу Для Оптимального Байс-классификатора Арг-максимум Через P от Y При условии X Он может Переписать и через P от X При условии Y Умножить на P от Y По формуле Байса Давайте вспомним Как мы оцениваем Каждый множитель Вот как мы с вами Можили P от X При условии Y И P от Y Друзья Как мы делали Когда мы разбирали Лекцию по Байс-классификам П от Y П от Y просто частотно Да П от Y просто частотно Да П от X по условию Y Ну например MMP Да Например MMP То есть вспоминаем То есть разбиваем Обучающего выборку По классам Оцениваем P от Y Как частотность Потом значит Выбираем Как мы будем оценивать Likelihood Это может быть А потом У меня будет вопрос Как оценивать И взяли R максимум То есть Какие у нас есть методы Оценки Вот вы сказали MMP То есть параметрический подход Какой мы еще Проходили подход Кроме Как еще можно оценить P от X При условии Y Кроме параметрического подхода Где мы считаем Что это какая-то Какая-то Параметрическая функция Например Какое-нибудь нормальное Распределение С параметрами Mu И sigma Квадрат Да Ну да Отлично То есть мы типа Не split Какой процент Точек В окрестностях Ну Параметрический Я уже сказал И третье О котором мы сейчас будем говорить Это восстановление Из смеси распределений То есть Мы предполагаем Что наше распределение Смесь Параметрический Да А вот Можно ли Восстановить Параметрический То есть можно ли Использовать Для Смеси распределений Не параметрический подход Такой вопрос то есть можно смесь устанавливать так или так буквально типа там p от x это там вес п можно по 1 от x плюс вес умножь на подвал x смесь это просто бы сумма можно ли эту сумму оценивать так или так вот дать еще какой-то метод вода не помечка еще ему наплевать к распределению он просто берет как бы если возьмете к маленькой окно он подгонится так как вам нужно все вот эти как бы пики гаусиан легко возьмет а вот параметрический сможем им использовать для смеси распределения лет можно ли будет в лоб решить задачку mmp для смеси распределений ну нельзя потому что смесь не является или в экспрессивной классе потом mp там просто не будет давать нормальных результатов смесь распределения выходит за рамки этого как бы приятного множества экспоненциальных распределений смесь экспоненциальных тоже да ну а почему она должна являться у вас как бы в формуле для экспонента там типа это типа f от x на g от это от экспонента там у от f от x а тут у вас еще плюс другая экспонента как бы то есть почему она должна являться ну то есть сама распределение лежит да а смесь нет уже когда вы суммируете ну вот смотрите картинка то есть параметрический вы можете как бы натянуть сюда гаусиану но оценка будет довольно плохая ну а не параметрический пожалуйста берите окрестные точки смотрите сколько здесь объектов и восстанавливаете для не параметрического подхода так он довольно такой ну основан на метрических алгоритмах ему на самом деле на вот весь этот на весь этот mp наплевать все равно будет работать с параметрическим проблема и поэтому потому что смесь распределения не лежит в экспоненциальном классе поэтому для нас нужно вести скрытые переменные для того чтобы полное правоподобие p от xz уже лежала в экспоненциальном классе и для него m-шаг максимизация от ожидания логарифма от полного правоподобия уже будет хорошо численно решаться такой классический подход видим как бы сложную задачу вводим скрытые переменные и поэтому переходим от не экспоненциальном класса к экспоненциальном окей давайте немножко вспомним визуально что такое многомерное нормальное распределение что такое так вот вы можете не знакомы может быть нет то есть это то же самое что сказать одномерное просто как бы в н-мерном пространстве смотрите вот это просто колокол в многом пространстве да вот так это выглядит с точки зрения проекции да то есть у вас есть облако точек и нормальное распределение вот так очень концентрировано при этом у вас как бы маргинализация распределений там по каждой из компонентов будет тоже нормально то есть у нормального распределения каждый компонент распределена нормально независимо но при этом обратно конечно не верно то есть у вас как бы если у вас каждый компонент нормально не факт что у вас все вместе нормально Оно как бы охарактеризуется такой плотностью вероятности Это штука очень похожа на одномерное нормальное распределение Вместо среднего μ тут вектор μ Вектор размера числа параметров Это как бы центры по каждой из осей И вместо 7 квадрат здесь есть матрица σ Так называемая матрица к вариации размера n на n, где n число параметров Она симметрична и не достаточно определена Это нормальное распределение Еще такое сведение Для независимых величин коррекционная матрица просто диагональна Там просто на диагонали какие-то чиселки Которые говорят о дисперсии То есть каждое число на диагонали говорит о том Какой сильный разброс у конкретных компонентов в нормальное распределение И при этом в линии уровня будут такие, ну, более круглые что ли То есть у вас как бы матрица к вариации отличается за разброс Переменных в нормальное распределение То есть у вас на диагонали это, условно говоря, дисперсия То есть дисперсия, то есть как бы как сильно разброшена каждая компонента Они не на диагонали стоят как бы к вариации, которые говорят о том, как взаимодействуют у вас ваши совершенно величины Если они независимы, к вариации просто нулевые И матрица к вариации будет диагональна Такой, вкратце я вам напомню, что только нормальное распределение Еще раз на него глянем Вот оно, просто многомерный колокол И дальше мы будем работать именно с ним То есть мы будем разделять смесь многомерных нормальных распределений О, да Можно, значит, показать И домом вы, по-моему, сделаете, да Домом вы сделаете это для параметра mu В домашней работе номер 4 То есть если у нас есть задача восстановления плотности Ой, задача восстановления параметров Нормальное распределение с помощью метно-максимума протодобия Мы делаем все то же самое, что и для одномерного Пишем функцию протодобия Берем ее логарифм И берем производные И считаем оптимальные параметры Еще можно показать, что вот для параметра mu Это будет выборочная средняя А для матрицы sigma Это будет такой аналог выборочной дисперсии Где у вас просто будет там X, E, T, N, N транспонированный на X, E, T, N Вот дома вы в домашке номер 4 Должны будете сделать вот эту штуку Окей Коллеги, какие-то вопросы есть? Важный вопрос про смесь Если у нас есть кандидат, мы решаем задачу И не получаем положительное решение Как отличить случаи, когда это не смесь От случаев, когда мы плохо решили задать? Ну, когда... А, я понял То есть, ну, это скорее я могу Только вам сказать, как бы Такой базовый подход к машинам обучения Ну, это какой-то, на все вопросы То есть, у вас есть вариант А Это, условно говоря, кросс-валидация То есть, перебрать все варианты Посмотреть, как бы качество на... Ну, на тесте Посмотреть, как она восстанавливает Как она на точках, которые она не видела Она, как бы, восстанавливает их вероятность И Б – это экспертное знание То есть, смотрите, в машинам обучения В принципе, нет универсального ответа Какой алгоритм выбрать там, понимаете, да? Или, там, какие фичи правильные И просто не существует То есть, задача выбора модели, в принципе Она в машинном обучении вообще не решена Поэтому сейчас Любой совет, который мы могу вам дать Это А – попробовать разные варианты И Б – понадеяться на вашу, как бы, интуицию На ваш опыт, экспертизу Сейчас задача выбора модели не решена И кто, кто ее решит, получит, как бы, миллионы Миллионы уважения и почета Нет, оптимальный значит, что Он доставляет оптимум Байскому функционалу среднего риска Вот, вы можете посмотреть на позапрошлую лекцию Там вот ввелен байскому функционалу среднего риска И показывает, что тот функционал Тот классификатор, который Его оптимизирует Это именно тот оптимальный байскому классификатор Который я имею в виду Коллеги, есть вопросы про лекцию, там, по-моему, терял Да? Что же, как брать ингредиент Что же, как брать ингредиент Ой, ну там есть просто форму Откройте Давай так Я скину после лекции книжку матричных производных И там просто вы можете легко это сделать То есть, смотрите Это просто, на самом деле, целое такое искусство То есть, это такой же вопрос, как брать, там, производных логарифм Как бы, можно показать, что формула будет такая То есть, давайте я после лекции скину вам формулу матричных производных И вы это легко сделаете Окей, есть еще вопрос? Окей, у меня сейчас полчаса Наверное, я успею Ну вот, давайте еще раз смесь Вот вы спрашиваете, что это смесь Ну, смесь буквально вот То есть, P от X Это просто сумма Пикатых На P, K, T от X Где пикат, это как бы Априорная вероятность Катых компонентов То есть, доля Насколько Катых компонентов Вообще в смеси Важна, играет роль Да? Ну, а P, K, T от X Это Плотность распределения Катых компонентов в смеси Да? Понятно, что сумма должна Как бы Единичной быть По всем пикатам Ну вот Дальше мы будем говорить про смесь Многомерных нормальных распределений Да? Но В принципе Это можно разрешить Для любого распределения Из-за специального класса То есть, берем Бернули И можно провести ту самую процедуру Что я сейчас буду для вас проводить И все получится То есть, нормальные распределения Ничем не уникальны В этом плане Вот Я на всякий случай вам поставил картинку Смотрите, вот еще раз Раз гаусяна Два гаусяна Это две их плотности А вот их смесь Вот, как бы, пунктиром Это плотность смеси Да? Понятно, да? Эта плотность Она не из экспоненциального класса Понятно, да? Пунктиром Отлично Ну вот И Также я вам дал Как бы Многомерную картинку Это как бы Смесь многомерных гаусян Раз, два, три Давайте подумаем Вот Наша задача Разделение смеси Какие у нас скрытые переменные Ну, не из компонентов Конкретно Объект Что у него Скрытые переменные Да, да Скрытые переменные Это то, к какой гаусяне Он относится Распределение на гаусяны То есть Насколько вероятно Что этот объект Из этой гаусяны Насколько вероятно Что этот объект Из второй гаусяны Ну, из катой гаусяны То есть сейчас К Мы задаем руками Пока что То есть Вы помните алгоритм Каминс, например Да Вы тоже там Каза давали руками Есть на метлокте Но, в принципе Здесь то же самое Здесь То есть как бы Алгоритм разделения смеси Работает так Когда вы знаете заранее Сколько у вас Как бы Компонент в смеси Опять-таки Это как бы Гиберпараметр Структурный параметр И опять-таки Если вы спросите меня снова Как бы Как его подбирать Я скажу так Экспертное знание Или на кросс-валидации То есть Ничего мне я вам К сожалению Не скажу здесь Ну вот Делай раз Параметризируем Пикаты То есть У нас раньше были Где-то Вот Просто какие-то Пикаты А теперь мы говорим Нет Это не какие-то Пикаты Это какие-то Плотности распределений Из какого-то Параметрического Семейства распределений Да Так Вот Ну и берем логарифм Естественно Да Берем логарифм Этой штуки И у вас Будет Сумма Раз По всем По всем К Да Первоначальная сумма Останется А Место предвидения По всем объектам Останется сумма Будет как бы У вас будет Сумма Логарифм Да Вот эта штука Ну это как бы Плохо очень То есть вы понимаете Что эта штука Не из специального класса Мы уже говорили это раньше Да Вот эта штука Но в принципе Интуитивно Вот интуитивно Вам нужно казаться Как математикам Что когда вы делаете Логарифм с суммой Это просто очень плохо Какая-то функция логарифм А там внутри Еще какая-то штука Это никак не раскладывается нормально Это плохо Просто интуитивно То есть вы можете Забыть там про Экспонизальный класс Неэкспонизальный Да Это просто очень неудобно Казалось Сумма стоит Под какой-то функцией Внутри Гораздо удобнее казалось Как бы сумма функций Просто как бы Вот интуитивно Давай теперь сделаем Полное проблогие Да То есть логарифм То же самое Произведение по всем объектам Но уже у вас P от x И это при условии z При условии скрытых переменных Да То это все еще параметры Ну все Делаем стандартный прием Вводим скрытую переменную Ну это уже будет как бы Вектор Потому что у вас k-компонент То есть раньше я мог бы делать Нотацию Что у вас типа 1 0 Да Потому что было как бы У нас было всего 2 монетки Теперь у нас как бы k-компонент Я уже не могу брать 1 0 Поэтому я ввожу в вектор К-мерный вектор У которого всего 1 компонента Равна 1 0 А остальное 0 Ну и 1 Равна точно Только та компонента Из которой и был взят этот объект Это наша скрытая переменная Тогда я могу переписать Правдоподобие Полное Только полное Именно так Как произведение По всем k-компонентам p-k-t на fi Ну x-i при условии тета В степени z и k То есть смотрите Здесь точно такой же трюк Который я делал раньше То есть в этом всем произведении Только у одного У одной компонента вектора z-i Будет равна единице Ровно у той У которой был взят Данный вектор Ой, данный вектор То есть на самом деле Здесь стоит что Возьми pi И возьми fi Из той гаусяны Откуда этот объект Эта аннотация Она означает То есть если мы знаем З этой катой То все Вот наша Полное Правдоподобие Коллеги, это понятно? Отлично Все Там мы делаем что? Делаем просто у логарифма Да? З этой катой Вылезет вперед И от произведения Останется сумма Тут тоже просто арифметика У вас будет З этой катая На логарифм Pi катая На логарифм fi Да? И вот чисто интуитивно Вы уже видите Что это намного приятнее У вас как бы Логарифмы суммируются Да? У вас куча-куча сумм Логарифм А раньше был Логарифм суммы Давайте еще раз запишу Вот То, что мы получили Просто Введя скрытые переменные Итак Неполное подобие Противный гроб Логарифм от суммы Не экспоненциальный класс Не вогнутая функция Полное подобие Приятная сумма Логарифмов Нормальных распределений И экспоненциальный класс Это можно просто показать Но Просто видите Что это как бы Эта функция Нанного более приятная Для оптимизации Ну а потом берем Что параметры Берем каждую штуку Как нормальную Мы говорим Что мы восстанавливаем Смесь Нормальных распределений И берем Каждую компоненту Из нормального распределения Еще смотрите Одна важная ремарка Часто студенты очень путают Понятие EM И Разделение смеси распределений То есть Мне когда я слушал Вот эту лекцию Мне казалось Что EM Это просто алгоритм Который разделяет смеси Само не так То есть Когда вы видите В склерне Да Функцию GMM Gaussian Mixed Models Это как бы модель Это и есть Вот эта модель Это сумма С вероятностями Сумма гаусян А метод оптимизации Который как бы решает ее Это EM Вот давайте сейчас Не путать То есть GMM Это Модель смеси распределений Она настраивается Ее параметры находятся По методу максимума Правододобия С помощью EM алгоритма А в принципе EM может Для чего угодно Не только для Смеси нормальных распределений А какие конкретно Ну Да Ну в смысле Вот у вас Mu Ката И Сигма Ну матрица Сигма А висад смеси И висад смеси тоже Конечно Висад смеси И каждый параметр Да И каждый параметр Каждый как бы Каждый параметр Каждый гаусян Вот так Рассказь Коллег, понятно? То есть Наша задача Эту штуку Остановить как бы Пикатая Мюкатая И Сигмакатая С помощью EM алгоритма Ну вот Давайте Опять-таки Много математики Но я вам дал Еще так сказать Наглядно сверху Опять-таки Что мы делали Значи с маятками Находили первое Апостерерное Распределение На скрытые компоненты Да P от заката Р равно 1 При условии там X от это По формуле Байса просто Ничего не придумывая И потом Я знаменатель Раскладываю По формуле Полной вероятности Как сумма Там Пикатая На Пикатая Да Понятно? То есть Это просто Формула Байса И она же Дает вам Точное решение На Е-шаге То есть Вам е-шаг Уже решен Просто помощью Формулы Байса Кстати Заметьте Вот у вас Часто такую штуку Называют Мягкой кластеризацией Потому что У вас Как бы Компонентно Относится не жестко Знаете Как какой-нибудь там Каминс Вы делаете каминс И вам говорят Что это кластер 3 Это кластер 5 А вы говорите С вероятностью Там 95% Там И это объект Кластер 3 Но Он еще с вероятностью Там 5% Кластер 4 Да Поэтому часто Такое разделение Смеси С помощью Е-молгарит Называют Мягкой кластеризацией Потому что Она возвращает Не только Один кластер А распределение На все кластера Это понятно Отлично Дальше Делаем Мшаг Что мы можем сделать На мшаге Мы должны Промаксимизировать Матожидание Да Матожидание Полного проблогия По параметрам Ню и сигма Ну и пи Пи я забыл Условием пи Пишем матожидание От Логарифма Полного проблогия Я его взял Просто отсюда Просто переписал И говорим Дальше Что Затекаты Это опять-таки Это как бы Конечный ряд Поэтому я всегда могу Матожидание Занести под знак Суммирования И сказать что Так как у вас Затекаты Это единичка Или нолик То Матожидание От него будет Просто вероятность Ну а вероятность Просто жатекаты Место матожидания По затекаты Будет просто жатекаты Да Все У вас задача Максимизации При условии Что Сумма пи Катых равна Единичке Ну и на самом деле Что каждый пи Катый Больше нуля То есть у вас еще Ограничение на Ограничение на Пи Катые Да Вот Мы получили Такую задачу Максимизации Друзья Как вы будете Как такие задачи Решать Задача С ограничениями Это просто М шаг Просто М шаг То есть как В математике Решать такие задачки Ну можно чисто Давайте Просто Это имеет Как бы Чисто Чисто Аналитический ответ Ну правильный ответ Мы строим Матрицу Лагранжа Находим Производные И Прямим к нулю То есть по-хорошему Это как бы задача На два слайда Но я решил Что это можно Опустить И нацепь Ответ То есть если вы Построите пункт Лагранжа Прямите Прямим к нулю То вы получите Оценки Для параметров Пикатая Мюкатая И сигмакатая Для каждой Компонент смеси Да И давайте Их наглядно Сравним С ответами Для метода Максимума Проподобия Для одной Одной компоненты Вы понимаете что Пикатая Она Чего бы Заран пикатая Пикатая Это будет сумма По всем объектам Ж этой катая А ж этой катая Это Вероятность того Что и ты Объект Из катой смеси Это просто сумма Вероятностей По всем объектам Что этот объект Из катой смеси Это просто вес Как бы Суммарной смеси Просто по смыслу То есть Вы берете сумму По всем объектам Вероятность того Что объект Из катой смеси То есть как бы Суммарный вес Априорная Вероятность того Что Это катая смесь Да Понятно Дальше смотрим По Формулу До среднего Да Раньше это было просто выборочное среднее, да? А потом получилось, что мы взвешиваем каждый объект x-сытый с весом j-катый, а потом нормируем по j-катой. Раньше у нас, по сути, j-катый был просто единичный. Если вы поставите сюда единичку, у вас получится просто эта формула. По сути, мы от обычного MMP отошли на то, что мы каждый x взвешиваем с каким-то весом. И вес определяет, насколько вероятно именно этот x относится к катой компоненте. Понятно? Ну, то же самое, что для мю. То же самое, что для мю получается и для матрицы сигма. Было так, а потом мы каждый объект взвесили с весом j-катый. И получили, что оптимальная оценка будет не такая, а такая же, но с весами просто. Как бы в этом есть такой глубинный смысл алгоритма E-M в том, что начать задачу на M-шаге, как задачу максимизации матожидания полного проподобия. Поэтому у вас как бы по сути ничего не поменялось, кроме обычного оценки, но появились еще веса, жетой катой. Окей, коллеги? Отлично. Ну и все. Давайте распишем теперь финальный алгоритм сделанной смеси. Итак, как мы делаем E-M? Первое. Взяли начальные параметры. P-катая, M-катая, 7-м-катая. Взяли, как мы считаем изначально, какая у нас доля каждой смеси, где ее центр, и какая у нее матовая цикл вариаций. Потом, просто по аналитической формулке, посчитали вот эту штуку. Каждый P-катый умножил на N, поделил на сумму, для каждого для каждого икса, и получили матовую сюжет и катая. Веренность того, что id-объект принадлежит катой смеси. Это, как раз, и есть апостерированное распределение на скрытые переменные. Дальше обновили параметры P-катая, M-катая, С-сигма-катая. Просто по этим формулкам. Просто как бы просуммировали их с весами. И здесь, и здесь. Ну и все. Повторять вот это до сходимости. Пока у вас параметры не станут меняться. Коллеги, понятный алгоритм? Взяли начали параметры, оценили на E-шаге апостерированную вероятность принадлежности каждого объекта каждому классу, каждой гусяне. А потом обновили параметры через J-тыкатый. E-шаг, M-шаг, E-шаг, M-шаг, E-шаг, M-шаг. Все, как бы это рабочий алгоритм для разделения смеси. Как думаете, что еще эти, как бы, что еще можно делать этим алгоритмом? Какие еще, как бы, видите возможности его применения, кроме разделения смеси? То есть, посмотрите, что этот алгоритм, вообще говоря, unsupervised. Он не требует учителя. Это вам позволяет его, как бы, запускать на больших объемах данных, например. будет ли его выход вам полезен на решение какой-то другой задачи? Ну, например, как... Ну, ты понимаете, вы можете, например, да, условно говоря, сделать мягкую кластеризацию для, например, там, не знаю, дозастатом мунист, цифрок, да? То есть, разложить, как бы, цифры, это огромный дозастат, там, из миллиона цифрок, найти в нем мягкие кластера, найти, в этом, сказать, структуру, а потом эту структуру отдать в алгоритм какой-нибудь классификации, да? То есть, когда у вас есть хороший алгоритм unsupervised, вы можете кроить вам много данных, а потом он будет выдавать какие-то вам, как бы, структуру данных выдавать хорошую. И эту хорошую структуру данных будет принять другой алгоритм, например, классификация, которая будет решать вашу конкретную задачу. Это классический подход, как бы, к слову говоря, когда у вас есть куча данных неразмеченных и очень малоразмеченных. Вы просто травите на неразмеченный алгоритм unsupervised, а его выход заплевываете в алгоритм unsupervised. То есть, unsupervised находит вам структуру в данных, а супервvised уже, как бы, с помощью них уже делает, как бы, подгоняет их под то, что вы хотите, под конкретную вашу задачу. Вот, это это, собственно, я и говорил. Ну вот, вот его выход можно использовать как признаки. Например, вы обучили, и вы даете как признаков, типа, насколько вероятно, что этот объект из первой компонента смеси. И так, условно, для всех объектов. 10 фичей новых. И в них уже будет заложена какая-то, как бы, структурная информация о том, как данные распределены. Ну вот, и дальше вопрос. GMM, это генеративная модель, может ли она генерировать новые объекты? Вот мы с вами обсуждаем, что есть дискримативные модели, есть генеративные модели. Теперь вопрос. Вот, GMM, Gaussian, Mixed-to-Model, смесь гаусских распределей. Это модель геретинная или нет? Вот модель. Вот эти штуки мы настроили. Настроили это, настроили это. Можно ли получить, условно говоря, вы обучили эту штуку на картинках, да, а потом, говори, нарисуем новую картинку. Да, да, можно. Это как бы геретинная модель. Вот смотрите, вот все. Вы обучили все эти штуки, вы можете как бы для каждого пикселя потом его как бы сгенерировать. Потому что как бы фичи — это как бы каждый пиксель, и вы знаете, условно говоря, вот эти вероятности все. Вы можете просто сказать, насколько вероятен, что он будет там, такого цвета. Ну, черный, например. Так. Ну вот. То есть я просто, условно говоря, вот, вот можете посылку посмотреть, там просто простейшим, ну, взяли просто панель GMM и склерна, сделали там feed, буквально на дата с этим nist, а потом сделали генерацию. То есть у склерна в GMM есть такой функции, как sample, который выплевает просто как бы сгенерированный объект, и можете увидеть, что цифры, как бы, с вами нормальными. То есть если вы просто натравите GMM на mnist, вы можете оттуда получить вполне нормальные цифры. Понятно, да? То есть это не какая-то, как бы, ну, то есть она вполне позволяет генерить вполне осмысленные результаты, потому что в цифрах уже есть какая-то мягкая констатация. У них уже есть какая-то структура, да, то есть, условно говоря, там у пятерки есть какой-то кластер с такими там кружочками, да? Понимаете, да? И у шестерки есть такой же кружочек. То есть, условно говоря, GMM может внутри себя понять, что это один и тот же кластер, условно говоря, у пятерки и у шестерки как бы дать его максимальным. Понятно, да? А потом уже нарисовать заданную цифру. Окей? Рисовать вполне как бы, ну, по крайней мере, лучше, чем я. Итак, вопрос. Какую мы уже ранее проходили генеративную модель? То есть, раньше мы не проходили, потом прошли. Я хочу узнать, запомнили, поняли ли вы, что она генеративная или нет? Камин, нет. Нет, камин, не генеративная модель. Что сейчас? Да, да, наинный байес. Наинный байес это просто генеративная модель, потому что вы для каждого икса моделируете х при условии у. То есть, вы берете, как бы, класс у, и вы уже знаете, насколько вероятно получить каждый, ну, как бы, каждую фичу из этого класса. То есть, каждый раз, когда вы моделируете х при условии у, как наинный байесе, вы делаете генеративный модель. Вы уже, условно говоря, можете обучить наинный байес-классификатор на, там, условно говоря, спам, не спам, а потом, условно говоря, генерировать спамовские письма. вероятно что в этом слове там есть в спамовском слове и словом бесплатно изгенерировать слово бесплатно и так далее да конечно нет то есть у вас каждый пиксель ну у вас как бы пиксель это отдельная фича вместе они объект у вас как бы в данных есть скрытая структура кластерная пиксельная структуру память может камин с должны подписи меняется не писем работать вместе белую точку сложных вопросов давайте еще раз на барабане пикси как печи независимые они вместе в модель входит как примете ну если есть это 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 то есть вот такая структура печи независимым это и все вместе смотрят модель внутри что есть этот пиксель этот и это условно говоря что она как бы себе смотрит она видите из какого как бы она генерирует условно говоря подбрасывать монетку просто вы выбираете вы видите допустим этот этот класс там такой 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 такой-то и для них подбрасывать монетку там пикат и такой-то пикат такой-то их суммирует так нигде нету каких-то шумных пикселей ну вот видите вот вот куски вот я на есть куски от ровных отображения да они в принципе группируются но как бы у вас куски отрываются от них ну окей короче смотрите она не супер точно видите вот у вас здесь как бы здесь такое пятно черное вот давайте осталось пять минут я очень хочу успеть я очень люблю ваши вопросы но просто нужно успеть давайте еще раз так боюсь как секатор генеративная модель вот последний как бы последнюю мысль сегодняшнюю лекцию было очень много мыслей и это последняя вот смотрите делаем гмм делаем гмм но говорим что натрите сигма диагонально сим квадрат то что стоит на диагонали она стремится к нулю ваше распределение гаусс она вот так пикаризуется больше больше в пик больше выражен марси диагонально и то что это не стремится к нулю дисперсия уменьшается стремительно к нулю априорные вероятности кластеров равны и запишем е-шаг ну просто то же самое будет но если убрать пикарды будет вот это просто поставить как бы формулу многомерно нормальный будет такая штука и вот если посмотреть на то что у вас сигма стремится к нулю у вас на самом деле в этой в этой все штуки будет главный только тот то слагаемое нужна 10 к тому классу класс кластера для которого гусяна самая ближайшая у вас сигма стремится к нулю этой дисперсии это экспонентом в очень большой степени поэтому можно забить на все вообще остальные и оставить только в общую сумму будет только тот который просто ближайший то есть вот эта штука вот этой сжатой карты он будет на самом деле стремится к выраженному распределению он будет относиться к тому классу он будет равен примерно единичке для того гусяна который будет самым близко к нему и 0 для всех остальных ну почти ноль потому что вы стремитесь к нулю для каждого объекта будет только тот кластер который к нему ближайший просто потому что здесь как бы экспонента в минус очень-очень большой степени поэтому кого кто как бы ближе тот как бы и выиграет очень сильно это понятно просто по формулке ну вот как бы gtk это будет очень близок к выраженному то есть он будет равен яичке для самым близкому для кластера который самый близок к нему и но для всех остальных но дальше мю ну мы также пересчитываем то есть берем все объекты из каждого кластера считаем их сумму и делим на общее число объектов понятная идея то есть я взял что апперные вероятности кластеров одинаковые я взял что матрица сигма диагональна и стал ее сжимать устремив симкратную я стал говорить что мои гусяны очень сильно похожи на пики такие просто на палочки это получается по формуле ем шага что нужно брать же этой карты будет просто единички для самого близкого кластер данному объекту а для всех остальных нули вот на что эта штука похожа нашел к ближайших да да и как это называется ну центромазда окей вот это центромазда а вот эта штука держит икаты выбирается как самым ближайших и среди всех так друзья давайте спасите последний рывок смотрите эта штука очень у вас была мягкая кластерация а потом я начал сжимать и она стала вдруг жесткой я жестко стал присваивать к тому кластеру которые самые ближайшие к этому объекту когда стал сжимать гаусяны вот на что это похоже когда я жестко присваиваю ближайшему кластеру а потом пересчитываю центр кастеров через как бы среднее значение это есть комминс 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 к средних алгоритм кластеризации вот видите это есть комминс когда мы устремляем гусяна для функциям мы переходим от мягкой классификации к жесткой ну и все то есть мы выбираем начале центра кастеров каждый объект отец к ближайшему кластеру это и есть как бы выраженный шаг ем алгоритма для гмм то есть он как бы появился от того что мы оценили вероятности для каждой гаусяны мы стали жестко относить ближайший гаусяне это не шаг алло м шаг это обновление центров кустров по форму ну просто по как центр как среднее центр кластер это просто среднее по всем объектам внутри кластера ну вот как бы наглядная картинка ешак мы отнесли объекта кластеру м шаг пересчитается на кастеров снова отнесли объекта к кластеру пересчитается на кастеров то есть как бы комминс это просто разделение смеси нормальных распределений с помощью ем алгоритма которая как бы решается при условии что у нас априорные вероятности кастеров одинаковы и мы берем диагональную матрицу сигма и начинаем ее сжимать к дельта функции и переходим из ема в комминс ну вот давайте подведем итог последней нашей лекции о последней части нашей лекции лекция у вас еще одна будет итак вспомнили что-то восстановление плотности познакомились с многомерно нормальным распределением с помощью ем алгоритма нашли параметры наши модели гмм то есть смесь смесь нормальных распределений дальше мы с вами вспомнили что такое генеративной модели и узнали связь комминса с гмм так я даже уложился друзья есть у вас вопросы по 3 части лекции или по всей лекции в принципе показывали когда мы расписывали но у вас точно на итерации сейчас у вас точно на каждой итерации возрастает да и точно ограничен нет он ограничен там можно жестко сказать почему чем ограничен сам точно написано собственно как бы там точно в домашке написано как бы какой максимум у него то есть еще раз ем о чем говорил половину лекции ем это метод оптимизации в склерне есть гмм и в гмм внутри себя используют ем то есть склерне ем что еще раз ем бессмысленным без внутри это как спрашивать если где-то сгд есть модель гмм может есть склерне и она будет настраиваться помощью алгоритма ем в чистое видео невозможно что он как бы разные для каждой задачи ну я такой не видел я не знаю может есть это как бы наработки но любую задачу как бы на те готовые решения . точно не получится то есть у кого слова from ем импорт ем точно сделать нельзя спасибо большое за внимание до встречи на следующей лекции